Здравствуйте, я Настрома 771. Сегодня я хотел бы приступить к тестированию комплексного антивирусного продукта Коммоду Internet Security Premium версия 8.2.0.4.5.0.8 по состоянию 6 апреля 2015 года. Для тестирования используется операционная система Windows 8 and 1 64 бита, профессиональная. Аппаратная часть тестовой машины, процессор Intel Core 2 QAID 9550, 4 ядра, 283 на ядро, 16 гигабайт оперативная память, 500 гигабайт винчестер. Для выполнения данного тестирования мной были подготовлены специальные архивы со зловредными объектами и с объектами, которые зловредными фактически не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Первый архив содержит 3549 объектов, которые были собраны в период времени с 11 ноября 2014 года по 9 апреля 2015 года. В данный архив включаются объекты в количестве не более трех представителей различного рода зловредных объектов. Второй архив содержит 237 программ-шифраторов, которые также накопительно собираются с 2014 года по настоящий момент. В данный архив включаются объекты любого происхождения, отсеивание выполняется только по принципу 100% дублирования файлов. Третий архив содержит 35 BAT скриптов, куда включаются как целенаправленно написанные вирусы, так и объекты командные строки, которые могут причинить вред после их исполнения. Четвертый архив 16 объектов, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как зловредные. И последний накопительный архив, который предназначен исключительно для определения возможности обнаружения антивирусным комплексом зловредных объектов по истечении определенного времени. Сюда включены все представители всех вариантов зловредных объектов, за исключением объектов, которые зловредными не являются или несут минимальную зловредность. Таковых файлов в архиве в настоящее время 19685. Выполняется отбор объектов на 100% совпадение. На рабочем столе вы можете наблюдать папку для шифраторов. Эта папка содержит объекты, которые чаще всего подвержены шифрованию. Это файлы архивов различных форматов, видеофайлы различных форматов, документы всевозможных форматов, музыкальные объекты и фотографии. Включаются самые распространенные форматы. Если в процессе выполнения тестирования какая-либо зловредная программа выполнит шифрование, то посмотрев в данную папку мы можем определить какие объекты были поражены. В процессе тестирования будут использоваться диспетчер задач Microsoft, который позволяет в режиме реального времени просматривать нагрузки на процессор, использование памяти, использование дисковых накопителей, использование сети. Данный компонент позволит нам при установке продукта и во время выполнения работ по сканированию наблюдать за нагрузками на процессор и компоненты. Дополнительным инструментом будет работа программы Commodore Kill Switch, которая позволит определить нагрузки на основные компоненты антивируса. Перед выполнением каких-либо тестовых мероприятий, после того как операционная система была восстановлена и Windows обновлен, выполнялась проверка диска C и D на предмет обнаружения каких-либо зловредных объектов, для того чтобы в процессе работы не возникало сомнений в том, что изначально операционная система была чиста. Hitman Pro, последняя версия, зловредных объектов на территории машины не обнаруживает. MCSoft Emergency Kit, зловредных объектов не обнаружено. Zemano, полное сканирование, зловредных объектов не обнаружено. Здесь стоит отметить, что ряд тестовых компонентов, которые располагаются в папке для тестирования и которые будут использоваться для выяснения возможности перехвата данных при вводе в поля WebForm, определяются программы как зловредные, так как некоторые двигатели, которые подключаются в данный сканер, считают эти компоненты опасными. Для того, чтобы программа не фиксировала их зловредность впоследствии, я включил эти элементы в исключение сканера. Здесь они присутствуют. Komodo Clinic Essentials, после проверки обнаруживает также присутствие зловредности, минимального риска в объектах, которые принадлежат тестовым компонентам. Hard Protect, после сканирования машины зловредных объектов на территории компьютера не обнаруживает. За исключением файлов, которые располагаются в папке для тестирования и также являются зловредными, по мнению некоторых двигателей, это тестовые элементы. Malware Bytes Anti-Malware, версия профессиональная. Сканирование дисков CED зловредных объектов на территории машины не обнаружено. Сканер DrWeb. Зловредный объект обнаружен, один файл, программа iBit Unlocker, один из компонентов. Предлагается данный объект переместить. Этого я делать не буду, так как программа установлена целенаправленно и может потребоваться впоследствии при выполнении разблокировки каких-либо действий опасных объектов на территории компьютера. Что касается настроек Windows. Компонент защитник Windows выключен. Brand Mauer на момент тестирования находится во включенном состоянии в стандартном. Параметры контроля учетных записей. Компонент выключен. Windows Smart Screen компонент отключен. Перед тем как приступить к установке защитного комплекса, я предлагаю распаковать основные архивы со зловредными объектами и до тестирования проверить их принадлежность к зловредным. Для того, чтобы иметь представление о том, что файлы действительно заражены какими-либо опасными компонентами до проведения теста. Первый архив 3549 файлов. Распаковка выполнена. Внутри 3549 файлов. Второй архив. Проверяем папку. Внутри 19685 файлов. И последний архив. Внутри 237 объектов. Запускаю сканер Zimano. Выполняем проверку первой папки. Завершается сканирование. Zimano считает зловредными 3525 объектов. Что практически совпадает с общим количеством файлов. Проверяем вторую папку. 19685. Заканчивается сканирование. Было обнаружено 19394 зловредных объекта. И последняя папка. Было обнаружено 236 опасных объектов из 237 представленных. Выделяем папки с опасными объектами и удаляем. После удаления выполняем очистку корзины. Теперь еще раз выполняем сканирование операционной системы. Для того чтобы подтвердить факт отсутствия каких-либо заражений на диске CED. После того как выполнялась распаковка опасных объектов. Сканирование завершается. Угрозы не обнаружены. И сканирование сканером Zimano. Угрозы на территории компьютера не обнаружены. Приступаем к установке продукта. Язык русский. Дополнительную безопасность, которую предлагает продукт. CQ DNS. Оставляем подключенном. Состояние по умолчанию. Разрешаем использовать облачный анализ поведения приложений. И анонимно отправлять данные о использовании приложения. Предлагается сделать браузер по умолчанию. Встроенный в программу. Я отключаю этот пункт. Остальные пункты оставляем в том состоянии, в каком предлагает производитель. Далее идут компоненты Яндекса. Элементы отключаю. Домашнюю страницу Яндекс отключаю. Поисковую систему по умолчанию отключаю. Установить менеджер браузеров от Яндекс. Программа сама по себе является полезной. И может значительно облегчить работу пользователя. Особенно когда имеется несколько браузеров. А также позволяет контролировать какие-то изменения, которые могут происходить с браузером. Тем не менее, для данного теста компонент этот я отключаю. Начинается процедура установки продукта. Устанавливается браузер. Выполняется установка защитного комплекса. На рабочем столе появляется виджет. Начинается автоматическое обновление антивирусной базы. После того, как база была обновлена, начинается процедура быстрого сканирования системы. Сканирование завершено. Каких-либо угроз быстрое сканирование не обнаружило. Для завершения процесса требуется перезагрузка компьютера. Выполнена перезагрузка компьютера. Программа стартует. Мы находимся под защитой. Версия 8.2.0.4.5.0.8. Версия антивирусной базы 217.92. Выполняем еще одну проверку обновления. Новых компонентов обновленных и обновлений самой программы нет. Режим работы продукта по умолчанию предполагает включение и отключение некоторых компонентов. Автоматическая песочница работает. Хипс выключен. Вайрускоп включен. Что касается настроек продукта. Общие задачи. Задачи Firewall. Задачи Sandbox. Расширенные задачи. Смотрим расширенные настройки. Интерфейс. Я отключаю сопровождение звуковым сигналом событий. Система обновлений. Введение журнала. Конфигурация. Интернет секьюрити. По умолчанию. Настройки безопасности. Антивирусная защита. Не показывать оповещение. Направлять в карантин. Виды сканирований. Исключение. Защита плюс. Настройки Hips. Находятся в отключенном состоянии. Правила. Наборы правил. Группы. Sandbox. Компонент включен. Автоматическая песочница. Компонент включен. Вайрускоп. Компонент включен. Действия Вайрускоп применяются только к приложениям в Sandbox. Настройка по умолчанию. Firewall. Настройка. По умолчанию. Не показывать оповещение. Разрешать запросы. Правила. Глобальные правила. Наборы правил. Сетевые зоны. Наборы портов. Контент фильтр. Репутация файлов. Настройка. Группы файлов. Список файлов. Отправленные файлы. Доверенные поставщики. Приступаем к распаковке архива. Вводим пароль и запускаем таймер. Выполняется распаковка. Нагрузка во время распаковки. Процессор и WinRAR. Делаю отсечку. 57 секунд. Распаковка архива выполнена. Нагрузок каких-либо на защитный комплекс не наблюдается. В связи с этим я приостанавливаю таймер. Открываем папку, где расположены 3549 объектов. В настоящее время здесь эти объекты присутствуют. Но при открытии папки объекты начинают сокращаться. Появляется предупреждение о том, что были обнаружены вредоносные файлы. И нам предлагают помощь. Отключаем представление помощи. И ожидаем окончания процесса автоматической ликвидации объектов. Приостанавливаю таймер 3537 объектов и нагрузка падает. Пробуем перемещаться внутри папки. И вновь сработка. Как только объекты касаются видимой части монитора, начинается обнаружение. То есть при непосредственном касании объектов программа реагирует и антивирус начинает процессы ликвидации. В связи с тем, что программа работает в таком режиме, я оставляю таймер во включенном состоянии. И буду периодически перемещать ползунок. Прошло 4 минуты 15 секунд. 3134 объекта в настоящее время находятся в папке. Количество сокращается. Прошло 6 минут с момента начала распаковки архива. В папке 2722 объекта. Количество сокращается. Нагрузка. Процессор 26. Выше 30 не поднимается. И вычислить нагрузку основного процесса мне удалось только один раз. У нас был скачок нагрузки 25% на компонент CAVVP EXE. Более как таковой нагрузки мы не наблюдаем от компонентов антивируса. Прошло 8 минут с момента начала распаковки архива в папке 2262 объекта. Количество сокращается. Нагрузка по-прежнему на основной компонент меньше 8%. На процессор 2820. Прошло 10 минут с момента начала распаковки архива в папке 1813 объектов. Нагрузка. Процессор 30%. Основной компонент антивируса менее 8. Прошло 12 минут с момента начала распаковки архива в папке 1415 объектов. Нагрузка. Процессор 23%. Основной компонент антивируса менее 6%. Прошло 15 минут с момента начала распаковки архива в папке 792 объекта. Количество сокращается. Нагрузка. Процессор 22%. Основной компонент антивируса менее 8. На цифре 205 автоматическое ликвидирование угроз при перемещении внутри папки прекращается. Время. 18 минут 31 секунда. Нагрузки на основные компоненты антивируса падают. Когда выключается программа видеофиксации, то нагрузка на основной компонент антивируса составляет не более 5%. К сожалению, отобразить это невозможно. Выполняем принудительное пользовательское сканирование и продолжаем учет времени. Начинается обнаружение зловредных объектов. Нагрузка. CAF VP EXE 48%, процессор 89. Было обнаружено 56 угроз и предлагается их обезвредить. Применяем выбранные действия. Все действия применены. Данная операция выполняется очень быстро. Общее время всех сканирований в настоящее время составляет 19 минут 1 секунда. Количество файлов внутри папки 149. Выполняем дополнительное сканирование из самой программы. Сканирование выполняется мгновенно, так как объекты уже проверялись. Таймер я не запускаю. Выбираем пользовательский вариант сканирования, указываем на папку, которую хотели бы проверить. Выполняем проверку и проверка выполняется мгновенно. Пробую выделить объекты и еще раз просканировать антивирусом уже без учета времени. Но исходя из того, что объекты уже проверялись, данные файлы более не перепроверяются. Пробую запустить без учета времени репутационное сканирование, которое предусмотрено в программе. Но так как проверяется не одна папка, которая непосредственно нам необходима, а будет перепроверяться вся машина, те папки, которые являются подозрительными, то учет времени здесь не целесообразен. Однако не воспользоваться данным компонентом считаю нерациональным. Посмотрим, сможет ли репутационное сканирование обнаружить какие-либо зловредные объекты на территории рабочего стола в конкретной папке, куда переписывались зловредные файлы. Заканчивается процесс. Было обнаружено 4 неопознанных файла, вредоносных не найдено. И неопознанные файлы принадлежат к объектам к кодекам. Так как в программе реализована дополнительная функция, это коммоду Cleaning Essentials, который является частью компонентов защитного комплекса, я запускаю этот компонент для того, чтобы при помощи него также просканировать оставшиеся объекты и возможно обнаружить и ликвидировать угрозы. Устанавливаем компонент. Объект установлен и загружен. Выборочное сканирование. Добавляем нашу папку. И выполняем сканирование. Здесь я продолжаю учет времени. Нагрузка. CCE EXO 8%. Начинается обнаружение опасных объектов. Завершается сканирование. Было обнаружено из 512 объектов с учетом распаковки 2 опасных. Объекты принадлежат файлам 2728 и 409. Рекомендуется их удалить, так как риск высок. Применяем выбранное действие. Рекомендуется выполнить перезагрузку. Данный компонент я использовать не буду. Так как файлы были ликвидированы из папки и перезагрузка фактически не требуется. В папке 147 объектов остается. Общее время всех сканирований составило 20 минут 10 секунд. Папку переименовываю по количеству оставшихся объектов в 147. И выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Архивирование выполняется. Пока предупреждений о обнаружении каких-либо зловредных объектов нет. Архиватор выполняет свою деятельность и не предупреждает нас о том, что какие-то файлы были блокированы. Смотрим свойства. В архиве 147 объектов. Соответственно реакции на эти файлы со стороны антивируса не последовало. Он считает их безопасными. Я копирую данный архив на рабочий стол для того, чтобы была возможность использовать его впоследствии. Теперь давайте просканируем оставшиеся объекты на предметы их зловредности при помощи дополнительных сканеров. Hitman Pro считает зловредными 76 объектов из представленных. Трояны, Малва, Рисквори, Вирус, Вин-32, Пионер, Червь, Ауторан, Спайва, Вирус Экспиро, Вирус Вин-32, Салити и эти же объекты проверяем при помощи сканера Zimano. Данный сканер подтверждает зловредность в 136 объектах из 147. Оставшиеся объекты при помощи специального программного обеспечения переправляются на VirusTotal для того, чтобы подтвердить зловредность или незловредность данных объектов, а также посмотреть количество двигателей, которые определяют эту самую зловредность. Заканчивается процедура определения зловредных объектов. Все файлы, которые проверялись на VirusTotal, являются зловредными. Ни одного объекта, который в настоящее время был бы очищен от зловредного кода, нет. Таким образом, мы не можем зафиксировать данные о лечении нашим защитным комплексом каких-либо зловредных файлов. Более чем 10 двигателями зловредность подтверждается в 133 объектах. Остальные объекты меньшим количеством двигателей подтверждают свою зловредность, но их здесь незначительное количество. Если говорить о процентах нераспознанных, то 147 объектов от общего количества представленных составляет 4,14%. Если же говорить о объектах, зловредность которых подтверждается более чем 10 двигателями, то здесь процент нераспознанных составляет 3,75%. В папке я оставляю 147 объектов, потому что удалять какие-либо файлы, вылеченные в данном случае, не приходится. Нагрузка. Основной компонент антивируса, kfvp.exe. Виртуальная память. Максимальная нагрузка составила на пике 4,30 гигабайта. Физическая память. На пике составила 3,80 гигабайта. Теперь давайте выполним распаковку 35 бат скриптов. Вводим пароль. Распаковка выполняется быстро. Каких-либо предупреждений от антивируса мы не получаем. Открываем папку. Внутри 35 объектов. Пробуем перемещаться. Никакой реакции на данные файлы со стороны антивируса нет. Выполняем пользовательское сканирование. Начинается обнаружение опасных объектов. Было обнаружено 12. Выполняем обезвреживание. Объекты обезврежены. Внутри папки 23 объекта. Выполняем еще одно сканирование. Выделяем файлы внутри папки и сканируем. Сканирование выполняется быстро. Объекты уже проверялись. Поэтому заново не перепроверяются. Зловредности не обнаружено. Пробуем выполнить ту же самую процедуру из самой программы. Выбираем папку, куда выполнялась распаковка. И выполняем сканирование. Вирусов не обнаружено. Этот же объект сканируем при помощи дополнительного инструмента Комоду Клининг Эссеншалс. Добавляем папку БАТ Вирус. Сканирование выполнено. Угрозы не обнаружены. Таким образом, на остатке 23 объекта. Целенаправленно написанных зловредных файлов здесь не наблюдается. Тем не менее, команды, которые могут привести вред машине, здесь и есть. Теперь выполним распаковку 16 объектов, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Вводим пароль. Распаковка выполнена. Предупреждений в настоящее время не наблюдается. Открываем папку. Внутри 16 объектов и количество сокращается. После того, как папка была открыта, остается 13 элементов. Выполняем сканирование данных 13 элементов. Объекты проверялись. Угрозы не обнаружены. Выделяем файл и еще раз сканируем. Результат тот же самый. Выделяем папку и сканируем из самой программы, но технологии обработки прежние, более угрозы не обнаружены. Таким образом, из представленных объектов, три файла программа считает зловредными, хотя они таковыми не являются. Выполняем распаковку 237 объектов-шифраторов. Вводим пароль. Распаковка выполнена. Открываем папку, проверяем количество объектов внутри. 237 и количество начинает сокращаться после того, как папка открыта и объекты находятся в видимой зоне. Перемещаемся внутри папки для того, чтобы выполнялось обнаружение и тех объектов, которые находятся за видимой зоной. Менее 100 объектов. Заканчивается автоматическое определение. В папке остается 4 файла. Первый, третий, девяносто шестой и сто двадцать шестой. Выполняем принудительное сканирование. Было обнаружено дополнительно три угрозы и предлагается их обезвредить. Выполняем процесс обезвреживания и внутри остается один объект, сто двадцать шестой. Запускаем комоду Cleaning Essentials и выполняем проверку данной папки. Объект проверялся, распаковывался, но зловредности в нем не обнаружено. Дополнительно добавляю для проверки Cleaning Essentials оставшиеся объекты BAT-вирусы, ложно-положительные объекты и проверяем их на предмет зловредности. Комода Cleaning Essentials также зловредности в данных объектах не обнаруживает. Для выполнения следующего этапа тестирования обычно я отключаю защиту в режиме реального времени. Однако в данном случае до открытия папки Antivirus не реагирует на файлы, которые будут распаковываться. Поэтому никаких дополнительных нагрузок у нас не произойдет, если мы выполним сканирование конкретной папки с распакованными объектами. Давайте попробуем распаковать 19685 объектов на рабочий стол. Вводим пароль. Выполняется процедура распаковки, которая займет около 5 минут. Каких-либо нагрузок со стороны Antivirus не наблюдается. Нагрузку дает либо программа видеофиксации, либо архиватор. Завершается распаковка архива. Проверяем количество файлов внутри. 19684 объекта. Один объект в процессе распаковки был заблокирован. Программа сообщила о ошибке распаковки. Скорее всего причина данной блокировки связана с процессом упаковки объектов. Поэтому данный файл я исключаю из общего количества. Мы не будем его учитывать. Будем считать, что в папке и было изначально 19684 объекта. Еще раз проверяем количество то же самое, что подтверждает отсутствие какой-либо работы антивируса с распакованными объектами. Выполняем пользовательское сканирование данной папки. Ожидаем окончания данного процесса. Обработано 50% объектов в папке 9000. Обработка продолжается. Затрачено 49 минут 30 секунд. Заканчивается процедура определения угроз. Было обнаружено 19493 объекта. Общее время сканирования занимает 1 час 40 минут 14 секунд. Применяем выбранные действия. Ожидаем окончания этого процесса. Он будет занимать некоторое время. Удаление выполнено. Закрываем компоненты и открываем папку. Теперь мы можем здесь попытаться перемещаться. Может быть какие-то объекты будут удалены еще. Так как защиту в режиме реального времени я не отключал. 446 объектов остаются внутри папки. И начинается удаление зловредных файлов защиты в режиме реального времени. Я временно скрываю данные оповещения. Объекты сокращаются. Процедура перемещения по папке заканчивается. 413 файлов остается внутри. Выполняем еще одну проверку. Сканирование завершается. Угрозы не обнаружены. Переходим к программе. Пользовательское сканирование. Выбираем папку. Угрозы не выявлены. И воспользуемся дополнительным инструментом очистки. Комоду Cleaning Essentials. Начинается обнаружение опасных объектов. Сканирование завершается. Было обнаружено 6 опасных объектов. Из них один объект является мало опасным. Остальные большой степени риска. Применяем действие. В папке 407 объектов. Переименовываю данную папку по количеству файлов. И выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. В процессе архивирования никаких предупреждений от архиватора о том, что какие-то объекты заблокированы, не поступило. Смотрим свойства архива. 407 объектов внутри. Выполняем проверку остатка различными сканерами. Hitman Pro. Считает зловредными 242 объекта. И сканер Zimano. Считает зловредными 309 объектов из тех категорий, которые сканер способен проверить. А таких файлов в папке 387. Если говорить о проценте нераспознанных, то 309 объектов, которые подтверждены сканером Zimano, составляет от общего количества 1,57%. Еще один дополнительный тест. Он заключается в том, что на DVD диске у меня записаны в открытом виде незаархивированные папки со зловредными объектами, которые мы с вами уже обрабатывали. Нам остается попробовать копировать эти папки с DVD диска и перенести их, например, в папку 1.1.1. Для того, чтобы посмотреть, какова будет реакция антивируса в процессе работы и сколько объектов фактически будут переписаны. Копируем и вставляем. Пропускаем объекты, которые невозможно перенести. Появляется предупреждение о обнаружении зловредных объектов. Я скрываю эти предупреждения, чтобы они нам не мешали в процессе работы. Требуется перезагрузка компьютера. Мы отложим данную перезагрузку до того момента, пока не закончится процесс копирования. Данный процесс займет продолжительное время. Я не буду демонстрировать всю процедуру. Дождемся окончания и посмотрим, сколько объектов в папках фактически будет находиться в указанной, созданной нами, папке 1.1.1. Заканчивается копирование файлов. Теперь мы можем посмотреть количество объектов в каждой из папок. Главная папка, в которой содержалось 3549 файлов, сейчас содержит 290 и сокращаются объекты, так как при открытии папки еще некоторые файлы распознаются как зловредные. Таким образом, не все зловредные объекты при перезаписи были определены как таковые, некоторые были копированы на рабочий стол. В итоге в папке остается 162 объекта. Открываем папку с троян энкодерами. Здесь таковых было 13 и количество сокращается до 4. Ложно положительные сработки. 13 объектов здесь присутствуют, 3 были заблокированы в ходе копирования. И БАТ вирусы. 24 объекта. Сейчас находится в папке, среди них 1 вирус, который был целенаправленно написан, тоже был копирован. Впоследствии при сканировании количество объектов в данных папках будет сокращаться по мере определения угроз. Переходим к проведению синтетических тестов. Я открываю через браузер, который входит в комплект поставки коммоду, сайт Сбербанк Онлайн, где необходимо ввести логин и пароль для входа на свою личную страничку платежей. При открытии папки для тестирования, где располагались объекты, которые необходимы для выполнения тестов, часть компонентов от Zimano были удалены. Также был удален антитест. И у нас остается кейлог-тест для того, чтобы попытаться перехватить данные, не используя специальную систему защиты виртуализации, которая также имеется в данном программном обеспечении. Давайте попробуем запустить кейлог-тест. Компонент запускается. Пробуем ввести логин буквами. Данные перехватываются. Пробуем ввести пароль цифрами. Данные перехватываются. Запускаю виртуальный рабочий стол. Открываю браузер. Перехожу на сайт Сбербанка Онлайн. Пробую ввести логин. И возвращаюсь на рабочий стол. Здесь мы видим, что программа не фиксирует нажатие моей клавиши. Английская U. Здесь остается последний введенный символ, который мы вводили без системы виртуализации. Возвращаемся в десктоп и вводим пароль этим же символом. Возвращаемся на рабочий стол. И здесь у нас также программа, которая должна перехватывать клавиатуру. Никаких данных перехватить не смогла. Прочие программы себя проявить здесь не могут, потому что для их запуска придется вносить их в исключение, что противоречит системе проведения тестирования. Запускаю мини-секьюрити тест. Выполняем тестирование. Ни одна из категорий тестирования в данном случае пройдена не была. И последний тест это Commodore Leak Test. Настройка продукта по умолчанию. Программа запускается от имени администратора. Выполняем тестирование. Результат тестирования 200 баллов из 340 возможных. Можно посмотреть карту тестирования. Что касается фишинговых веб-сайтов. Было открыто 10 самых свежих фишинговых ссылок. Надо отметить, что браузер, который предлагает для работы Commodore, как браузер по умолчанию, включает защиту хроним и в случае открытия фишинговых веб-сайтов изначально автоматически идет предупреждение о том, что мы переходим на фишинговый веб-ресурс. Если же мы продолжаем работать с данным веб-ресурсом, то страница открывается без каких-либо предупреждений от антивируса, что можно и наблюдать в данном случае. Дополнительно каждую страницу можно проверить при помощи специального фильтра. Данный инспектор сообщит нам, насколько эта страница безопасна. Веб-инспектор сообщает нам о том, что эта страница небезопасна. Предупреждение касается фишинга. Можно посмотреть детали. Пробуем проверить вторую страницу. Второй сайт также считается фишинговым. И предупреждение веб-инспектора аналогично. Третий веб-сайт. Проверка данного сайта также подтверждает, что он фишинговый. Четвертый ресурс. Результат проверки. Данный сайт является фишинговым. Что же касается прочих сайтов, то проверка их также покажет, что они являются фишинговыми. По той причине, что ссылка идет на определение по сайту Fishtank. Если пользователь внимательно будет относиться к сайтам, которые открывает, будет проверять их при помощи веб-инспектора, в этом случае ему не грозят проблемы, связанные с переходом на опасные веб-ресурсы. Если же он не прислушается к предупреждению хрониум, не прислушается к предупреждению веб-инспектора, то в этом случае есть возможность без каких-либо блокировок перейти на опасные веб-ресурсы. Переходим к проверке самозащиты программы. У нас имеется 11 компонентов, которые в настоящее время присутствуют в памяти. Тем не менее, в процессе работы могут подключаться дополнительные модули и отключаться после выполнения той или иной задачи. Выгружать же мы будем те компоненты, которые реально в настоящее время в системе присутствуют. Здесь есть компоненты, как принадлежащие браузеру и работающие в памяти, так и компоненты антивируса. Выгружаем первый процесс. 10.76. Сервис обновления. Выгружаем. TP1. Выгружает компонент из системы. Следующий компонент. 12.52. Выгружаем. TP1. Выгружает компонент из системы. 18.20. Выгружаем. TP1. Выгружает компонент из системы. И он восстанавливается. Следующий компонент. Трей. Выгружаем. TP1 выгружает компоненты из системы и значок продукта закрывается. Пробуем еще раз выгрузить агент. TP1 выгружает компоненты из системы. Следующий компонент KVP EXE. Выгружаем. TP1 выгружает компонент из системы и он автоматически восстанавливается. CIS EXE. Выгружаем. TP1 выгружает компонент из системы. Еще раз пробуем выгрузить основной компонент антивируса. Выгружаем. TP1 выгружает компоненты из системы. И пока его восстановления я не наблюдаю. Следующий компонент 196. Выгружаем. TP1 компонент выгружен. И через некоторое время компонент автоматически восстанавливается. Unit Manager. Также компонент принадлежит к моду. Выгружаем. TP1 выгружает компоненты из системы. Launch Service. 1976. Выгружаем. TP1 выгружает компонент из системы. Unit. Выгружаем. TP1 выгружает компонент из системы. По информации Kill Switch у нас находятся два объекта. Один Kill Switch непосредственно, которым я сейчас пользуюсь. Его выгружать я не буду. Это отдельная программа. И компонент, который восстановился помощник. В настоящее время он работает. Все остальные компоненты были закрыты. Пробуем еще раз выгрузить помощника. TP1 выгружает компоненты из системы. И он автоматически восстанавливается. Данные компоненты из системы не выгружаются. Все же остальные по истечению времени, после того как выгружались дополнительные компоненты, в итоге были выгружены. У нас остается только помощник, который работает на горячую. Пробуем распаковать архив со зловредными объектами. Microsoft не предупреждает о том, что у нас имеются какие-либо проблемы с системой защиты. Открываем центр поддержки. Безопасность. Сетевой бренд Мауэр. Приложения и коммунду Firewall включены. Защита от вирусов включена. Защита от программ шпионов работает. Распаковка выполнена. Давайте перейдем к архиву, который мы распаковали. Здесь 3549 объектов. Пробуем перемещаться внутри, но перемещение не вызывает какой-либо работы антивируса, потому что его компоненты отсутствуют в настоящее время. То есть доступ к зловредным объектам сейчас не ограничен. Мы можем с ними делать все, что хотим. Пробуем выполнить принудительное сканирование при помощи антивируса. Будет ли загружена программа. Вот пытается запуститься компонент. Появляются какие-то предупреждения. И все. Сканирование не выполняется. Пробуем еще раз запустить сканирование. Никаких сообщений, уведомлений не поступает. Пробуем выделить объекты. И наблюдаем, что у нас начинается процесс ликвидации объекта. Файлы сокращаются в папке. По всей видимости, основной компонент антивируса все-таки был загружен в итоге. Пользовательское сканирование не выполняется. Но теперь при перемещении в папке мы видим удаление объектов выполняется. Необходимо посмотреть, что у нас в памяти. Появились компоненты антивируса, которые отвечают за работу со зловредными объектами. КАФ ВИПИ Экзе был загружен и выполняет свою работу, несмотря на то, что основные компоненты сейчас находятся во внерабочем состоянии. При попытке вызвать программу со значка на рабочем столе загружаются и остальные компоненты, необходимые для работы. Программа сообщает, что все в порядке, никаких проблем нет. И выполняет свою работу уже в нормальном состоянии. Приступаем к последней части тестирования. Это запуск оставшихся зловредных объектов. Сейчас их в папке 147. Я открываю комоду Kill Switch таким образом, чтобы вы могли наблюдать только неизвестные, зловредные и проверяемые процессы, которые запускаются в памяти. Так как программа имеет встроенную систему запуска объектов в песочнице через проводник, первоначальный запуск я буду выполнять именно таким образом. И мы посмотрим, насколько действенна работа песочницы для пользователя, который будет запускать объекты в изолированной среде. Файл номер 1. Приложение изолировано. Запущен виртуально. В памяти остается ошибочный процесс, который фактически отсутствует. 182 приложение. Изолировано. И закрывается. 374. Изолировано. Появляется в памяти зловредный объект и закрывается. 494. Компоненты запускаются виртуально и был обнаружен SpyBanker. 498. Изолировано. 507. Изолировано. 509. Работа прекращается. Проблема. 511. Работа прекращена. 543. Действие не наблюдается. 550 объект я пропускаю, так как это установщик компонентов Firewall защиты Rising, который имеет некоторые отклонения от нормы. 618 объект. Изолирован. В памяти появляется объект зловредный. 623. Появляется в памяти, анализируется и закрывается. 634. Работа программы прекращается. 643. Изолировано. Появляются неизвестные процессы в памяти. 656. Появляются элементы в памяти. 660. Компонент. Предлагает сохранить торрент файл. Сохраняем на рабочий стол. И начинается загрузка компонента для передачи по торрент сетям. Запускается имеющийся компонент установленный BitTorrent. Что-то связанное со взломом. Какой-то набор компонентов. Торрент зона. 1Bot. 623. Приложение присутствует в памяти. Скрипт на паузе. Ошибка на выполнение загруженных данных. Закрываем сообщение информационного характера. Следующий компонент. 661. Предупреждение. Приложение запускается в виртуальной среде. И закрывается. 664. Приложение. Инсталлятор. Действия с объектом выполнить невозможно. 665. Приложение. Действия не наблюдается. 667. Действия не наблюдается. 672. Запуска в виртуальной среде. Изолирован компонент. 675. Выполняется инсталляция. Виртуально. 678. Обнаружено вредоносное программное обеспечение в 672 объекте. 678. Виртуально работает. 688. Приложение. Запускается виртуально. Недостаточно памяти для обработки команды. Закрываем. 693. Отсутствует библиотека. 694. Предупреждение о ошибке. 695. Запускается виртуально. Появляется в памяти и выгружается. 696. Изоляция. Компонент запущен виртуально. Само приложение закрывается. 707. Действия не наблюдается. 721. Предупреждение. Запуск программы невозможно. Отсутствует библиотека. Закрываем приложение. 723. Предупреждение. Объект поврежден, по всей видимости. Запустить невозможно. 727. Действия не наблюдается. 728. Действия не наблюдается. 752. Изолировано. Попытка инсталляции компонента в изолированной среде. Полная установка, либо параметры. Можно дополнительно загрузить и установить элементы Яндекса. Появляется предупреждение о обнаружении опасного программного обеспечения. Продолжаем инсталляцию. Выполняется загрузка и установка. Предупреждение. Обнаружение молва. Заблокировано устройство. Невозможно получить доступ к объекту. Проблемы запустите позднее. Инсталлятор закрывается. 766. Приложение. Действия не наблюдается. 773. Действия не наблюдается. 777. Предупреждение. Предупреждение. При запуске в изолированной среде что-то не понравилось программе. 788. Запускается приложение горячей клавиши. 805. Приложение изолировано. Инсталлятор. 808. Предупреждение. Отсутствует библиотека. Запускается виртуально компонент. 811. Попытка выполнить действие в изолированной среде. Хендбат запущен виртуально. Еще один компонент. 814 компонент. Действия не наблюдается. 818. Действия не наблюдается. 820. Действия не наблюдается. 821. Служба не установлена. Попытка запуститься виртуально. Запускается мастер обновления браузера. Данный компонент зависает. И мне приходится принудительно 821 компонент закрывать в памяти, чтобы процесс обновления прекратился так называемого браузера. 822 элемент. Запускается форма. Никаких действий не предлагает. Мы не можем ничего выбрать. Запустить. Закрываю. 829 приложение. Запускается в виртуальной среде. Предупреждение. Служба не установлена. 838 приложение. Компонент инсталляции запускается в виртуальной среде. В софтворе. FileVPlayer. Компонент виртуализован. Попытка установить элемент и приложение уходит в тихий режим работы. Обнаружена опасная активность. Потенциально нежелательное приложение. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. Изоляция запускаемого элемента. Приложение изолировано. Обнаружено вредоносное обеспечение. Вредоносное. Троянген. Изоляция. Изоляция. В памяти присутствуют элементы, которые были закрыты. Еще одно приложение установочное. Изоляция. 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 Большое количество компонентов стартует в закрытой среде. Обнаружен троянген. Троянген. Изоляция. Троянген. Малова. Потенциально нежелательное приложение. Нежелательное. Троянген. Троянген. Изоляция. И я так понимаю, начинается попытка по кругу запустить один и тот же элемент, части которого блокируются впоследствии программным обеспечением. Обнаружен подозрительный файл. Предлагается обезвредить данный объект, либо игнорировать. Обезвреживаем. Вновь изоляция элементов. Потенциально нежелательное. Изоляция. Нежелательное. Изоляция. И далее вновь изоляция элементов. Нежелательное. Что-то инсталлируется. Player 1.0. Здесь у нас вновь виртуально процессы пытаются запуститься. Виртуально запускается браузер Google Chrome. Изоляция плеера. Изоляция приложения. Еще один компонент в темпе. Вредоносный троянген обнаружен. Спасибо, что вы загрузили элементы. Виртуализация приложений. Троянген. Закрываю я браузер. Закрываю инсталлятор. Троянген вновь обнаружен. И вновь начинается попытка запускать приложение элементы установочные, где обнаруживается троянген. Ну и на этом вроде бы все. Значок инсталлятора закрывается. Все действия, которые программа пыталась выполнить, мы с вами наблюдали. Один инсталлятор и масса дополнительных элементов с различными нежелательными и опасными компонентами внутри. 840 элемент. Действия не наблюдается. 847. Приложение изолировано. Элемент не вызывает никаких действий. Предназначен для каких-то игровых процессов. UltraMenu 2.0. 848 приложение. Виртуализация. Появляется в памяти. 850. Виртуализация. Самораспаковывающийся архив. Извлекаем. И элемент закрывается. 864 компонент. Виртуализация. 865. Виртуализация. Деинсталлятор. Обнаружена опасность. Потенциально нежелательное приложение. Выполняет свои функции и закрывается. 873. Приложение. Ошибка запуска. 877. Элемент. Действия не наблюдается. 885. Элемент. Действия не наблюдается. 889. Не запускается. 892. Элемент. Виртуализация. Проверка URL-адреса. 897. Приложение. Виртуализация. Действия не наблюдается. 900. Объект. Виртуализация. 905. Запускается в виртуальной среде. Инсталлятор, по всей видимости, пытается работать. Однако дальнейшего действия мы не наблюдаем и продолжить инсталляцию не можем. Как и закрыть этот компонент. Зависание. Выгружаю данный компонент из памяти. 909. Запускается в виртуальной среде. Действия не наблюдается. 973. Виртуализация. Виртуализация. Закрывается. 985. Действия не наблюдается. 990. Объект. Запускается виртуально. Установщик. Запускается виртуально. Файл в темпе. Изолирован. Обнаружен троянген. Приложение изолировано. Облачное определение. Вредоносное программное обеспечение. Следующий объект. 10.11. Запускается в изолированной среде. Обнаружена молва. Запуск в виртуальной среде. В темпе. Потенциально нежелательное приложение. Изоляция. Троянген. Обнаружен. Изоляция. Подряд запускаются несколько приложений и объектов в темпе. в изолированной среде. Нежелательное приложение. Вредоносное Троянген. Изоляция. Троянген. Изоляция. Изоляция. Троянген. Виртуализация. Потенциально нежелательный компонент. Потенциально нежелательный элемент. Виртуализация. Запуск в изолированной среде. Троянген. Рекомендуется обезвредить подозрительный файл. Обезвреживаем. Запускается установщик. Троян ген обнаружен. Продолжаем работу инсталлятора. Обнаружено нежелательное приложение. Инсталляция выполнена. Закрываем установочный элемент. Вновь запуск в изолированной среде. Изоляция. Изоляция. Троян ген. Изоляция. Стартует элементы. Продолжается процесс инсталляции. Виртуализация продолжает работать. Тех элементов, которые пытаются запускаться. Инсталляция еще одного элемента. Продолжаем. Троян ген. Вредоносный компонент. Изоляция. Появляется в трее блок. Блок энд сурф. Приложение. Потенциально нежелательное. Продолжают запускаться. Установщики. Амиго. Как мы хотим открывать ссылки такого типа. Cross-браузер тут у нас дополнительно был. Инсталлирован. Mail.ru. Обновление. И обнаружен подозрительный файл. Обезвреживаем. Малого. Часть элементов в памяти закрывается. Некоторые присутствуют с ошибкой, так как были заблокированы и фактически уже отсутствуют. Следующий элемент. 10.13. Запускается в изолированной среде. И ошибка. 10.50. Запускается в изолированной среде. Дополнительный элемент пытается установиться, как надстройка браузера. Я закрываю элементы, которые присутствуют в памяти, как отсутствующие для того, чтобы очистить зону просмотра. Фактически этих элементов уже нет. Инсталляция завершается. Закрываем оболочку. Компонент 10.58. Виртуализация элемента. Здесь необходимо какие-то данные подставлять. Какие именно, непонятно. 10.59. Запускается в изолированной среде. Инсталлятор. Download Manager. Продолжаем. И в виртуальной среде выполнять предлагаемые действия данного инсталлятора. Виртуализация. Обнаружен Chrome Installer. Запускаем по умолчанию в Sandbox. Прекращена работа элемента. Инсталляция в Sandbox объекта. Обнаружен потенциально нежелательный объект. Еще один. Еще один. Инсталлятор закрывается. Запускается приложение, которое мы установили. Поиск Яндекса. Можно включить расширение. Еще одно расширение. Еще одно расширение. Skype. PC SpeedUp был установлен и пытается найти проблемы. Мы останавливаем его действие. И пробуем закрыть данного помощника. Отключаю автоматический запуск этого приложения. Google Chrome. Спускается. Браузер. SpeedUp. Закрываем. Здесь у нас продолжает присутствовать запущенный браузер. Мы его тоже закрываем. Инсталлятор говорит о том, что Google Chrome установлены. Элементы, которые предлагалось установить установлены. Можно открыть папку, либо финишировать этот процесс. Следующий элемент. 1070. Запускается изолировано. Ошибка. Закрывается. 1076. Виртуализация. Вновь инсталлятор. Vamvary Workstation Download. Ссылка на страницу, которая отсутствует. 1078. Запускается виртуально. Некий элемент, который должен что-то сделать. QQ. Что именно, непонятно. Закрываем. 1079. Запускается виртуально. 1080. Запускается виртуально и из-за ошибки не может работать дальше. 1082. Запуск виртуальный. Ошибка. 1084. Невозможно запустить инсталлятор. Ошибка. 1090. Виртуализация. Два аналогичных процесса в памяти. 1082 и 1090. 1096. Проблема. Прекращена работа программы. 1099. Виртуализация. Кодек Пак. Пытаемся установить. Полная установка рекомендуется. Выполняем. Выполняется загрузка инсталляции. Потенциально нежелательное приложение было обнаружено. И заблокирована инсталляция. Попытайтесь выполнить данное действие позднее. 1143. Инсталлятор. Запускается виртуально. Пытаемся выполнить инсталляцию элементов. S-Tools. S-Exo запущен виртуально. Завершается процесс инсталляции. Закрываю приложение. В трее значок присутствует этого элемента. 1165. Запуск виртуально. Удаленная система управления. Дистанция сессии. Удаленная поддержка. Появляется в трее элемент. Виртуальный. 1168. 1174. Запускается виртуально. И вновь у нас удаленный помощник стартует. И в виртуальной среде нормально работать не может. Пробую закрыть этого помощника. Но он не закрывается. Попытка установить связь продолжается. Завершаю процесс. Но программа автоматически восстанавливается. И продолжает присутствовать в памяти. Продолжаем запуск. 1184. Элемент запускается в виртуальной среде. Присутствует в памяти. Анализируется. 1185. Виртуализация. В конце концов, значок удаленного управления закрывается. А процессы, которые стартуют, пока анализируются. 1186. Запускается виртуально и закрывается. 12.00. Действия не наблюдается. 12.02. Запускается виртуально. Анализируется. 12.25. Запускается виртуально. Обнаружена вредоносная ПО. Малва. Поднимается нагрузка на центральный процессор. И удерживается в параметрах 70-80%. 12.46. Действия не наблюдается. Обнаружение Малва. Приложение продолжает инсталляцию. Закрывается компонент. Следующий элемент. 12.76. Запускается виртуально. 12.79. Виртуальный запуск. И компонент закрывается. 12.81. Виртуальный запуск. Установка HD флешплеера. Предыдущее приложение указывает на ошибку и закрывается. Принимаем соглашение. Предупреждение о ошибке и о том, что желательно выполнять установку позднее. Однако пока процесс инсталляции продолжается. Следующее приложение. Запускаем 12.82. Пока предыдущее задумалось. Виртуализация. Действия не наблюдается. 12.95. Действия не наблюдается. 13.18. Виртуализация. Сообщение о ошибке и прекращении работы программы. 13.30. Действия не наблюдается. 13.36. Действия не наблюдается. 13.51. Запускается в изолированной среде. Скрипт пытается стартовать. Также виртуально. 13.62. Приложение изолировано. Запускается в ограниченной среде. Троянваре обнаружен. Троянваре. Троянваре. 13.65. Запускается виртуально. И присутствует в памяти. Здесь процесс так и зависает. Я его закрываю. Время проходит. Никаких действий не видно. 13.71. Запускается в изолированной среде. Сообщение о ошибке. Закрывается работа приложения. 13.78. Запускается виртуально. Действия не наблюдается. 13.83. Запускается виртуально. 13.95. Запускается в изолированной среде. Ошибка. 13.96. Виртуальная среда. Работа программы прекращается. 14.12. Виртуализация. Открывается интернет-ресурс. На китайском. Рекламного характера. 14.19. Действия не наблюдается. 14.24. Запускается виртуально. Обнаружена молва. Нагрузка на процессор поднимается до 90%. 14.30. Действия не наблюдается. 14.32. Действия не наблюдается. 14.41. Аналогично. 15.89. Появляется в памяти. Виртуализация. Остается в памяти. Анализируется. 16.09. Виртуализация. И компонент закрывается. 16.23. Виртуализация. Приложение изолировано. Опасное приложение запускается. Инсталляция софтвори. Виртуализация. Установка завершается. Браузер открывается. Спасибо за установку, сообщает нам информатор. 16.71. Виртуализация. 17.64. Запуск в виртуальной среде. Ошибка и закрытие приложения. 20.17. Изоляция. 22.98. В итоге установка прерывается. Сообщения о ошибках появляются. Потенциально нежелательное. Сама страница не открывается. Браузер закрываю. 23.14. Изоляция. Компонент закрывается. 24.18. Изоляция. Обнаружен подозрительный файл. Обезвреживаем. 25.23. Изоляция. Элементы пытаются работать, закрываются, загружаются. 25.27. Запускается в изолированной среде и ошибка. Приложение закрывается. 25.44. Изоляция. Приложение закрывается. 26.46. Компонент анализируется, присутствует в памяти. Запускается изолировано. Опасный объект. 27.22. Присутствует в памяти, анализируется. Опасный объект. 28.34. 27.22. Изолирован. С замедлением работает песочница, потому что много элементов в настоящее время в ней присутствует. Обнаружено вредоносное программное обеспечение. Обезвреживаем. И процесс закрывается, который пытался выполнить какой-то поиск в системе. 29.66. Изоляция. Изоляция БАТ-компонента. 30.64. Изолировано. Присутствует в памяти, как неизвестный элемент. 31.35. Изоляция. Элементы закрываются. Обнаружен БЭКДО. 31.63. Изоляция. Малва обнаружен. Компонент закрывается. 32.56. Изоляция. Присутствует в памяти, как неизвестный элемент. 34.33. Появляется в трее иконка. Изоляция. Запущен виртуально. Элемент закрывается. 34.35. Запускается виртуально. Закрываются компоненты. 34.42. Запущен виртуально. И работа программы прекращена. Агент Тесла. 34.45. Запуск в песочнице. Платформа NetFrameWalk. Невозможно разрешить удаленное имя. Продолжаем работу. Компонент остается в памяти. 34.54. Запуск виртуализован. Опасный объект в памяти. Элементы загружаются и закрываются. 34.55. Виртуализация. Неизвестный процесс в памяти. 34.58. Виртуализация. 34.60. Виртуализация. И программа закрывается. 34.65. Виртуализация. Ошибка запуска. 34.70. Виртуализация. Опасный компонент в памяти. И последний объект. 34.76. Действия не наблюдается. Мы запустили все элементы, которые присутствовали в данной папке. Пробуем их выделить и ликвидировать. Пропускаем только те элементы, удалить которые невозможно. Таких элементов 19 и они сейчас присутствуют в памяти. Работают на горячую. Переходим к папке с объектами TrojanEncoder. Здесь у нас имеется элемент 126, который не был удален антивирусом. Пробуем запустить его в виртуальной среде. Запуск виртуализован. Объект находится в памяти. Как процесс 4172. Notepad, Calc, запускаются дополнительно элементы. И объект 126 из памяти выгружается. Что-то ему не понравилось. Либо он свою работу сделал, либо не смог ее сделать. Дополнительно проверяем некоторые BAT-вирусы, которые присутствуют в папке. Для того, чтобы посмотреть способна ли программа запускать такие компоненты. Запускаем в песочнице. Убивает процесс Explorer.exe. Запускаем. Изолирован запуск. И никакого действия мы не наблюдаем. Бесконечно открывает PintBat. Запускаем. Виртуализация выполнена. И запуск элемента не наблюдается. Выполнить он не может команды. В настоящее время в памяти, согласно данным Kill Switch, присутствует 13 неизвестных элементов в рабочем состоянии и 4 красных опасных объекта. Запускаем комоду Internet Security. Переходим в подраздел Sandbox. Перед тем, как выполнять какие-либо проверки, очищаем Sandbox, потому что те компоненты, которые присутствуют внутри, нам не нужны и информация о их работе, о остатках объектов зловредных внутри данного хранилища будет ложной. Потому что после загрузки эти элементы присутствовать не будут. Очищаем. Sandbox очищен. Элементы, которые работали в трее, закрываются, исчезают. Смотрим данные Kill Switch. Здесь нет никаких процессов. Ни неизвестных, ни зловредных. Все элементы были закрыты. Естественно, что после таких действий я перехожу к папке запуска. Здесь 19 файлов. Выделяю объекты и пробую их ликвидировать. Они все удаляются. Таким образом, они не работают и никакой привязки в систему к ним не выполнялось. Trojan Encoder также легко удаляется. BAT скрипты также легко удаляются. Очищаю корзину. Выполняем проверку операционной системы. Zimano. Выполняем полное сканирование компьютера. Завершается сканирование опасных объектов на территории компьютера не обнаружено. Выполняем проверку при помощи сканера Hitman Pro. Результат проверки на территории компьютера зловредных объектов сканер Hitman Pro не находит. Как и каких-либо зловредных видоизменений. Выполняю перезагрузку компьютера. После чего мы еще раз проверим систему отдельными сканерами на предмет наличия зловредных объектов. Следующим этапом будет запуск опасных объектов, которые мы запускали вне виртуальной среды. После перезагрузки компьютера выполняется проверка операционной системы различными сканерами, в том числе и встроенным комодок Link Essentials. Данный сканер каких-либо зловредностей в системе не находит. Hitman Pro. Зловредности не находит. Zimano. Полное сканирование зловредных объектов на территории компьютера не находит. Hard Protect. На территории машины, кроме имеющихся исключенных файлов для тестирования, зловредных объектов не находит. Malva и Bytes Anti-Malva. Проверка быстрая. В опасных директориях зараженных объектов не находит. MCSoft Emergency Kit нашел одно приложение, которое является составным компонентом Commodo. File Subjects.st. Данный объект самостоятельного запуска не имеет и по версии MCSoft риска не представляет. Тем не менее, был представлен по результатам проведенного сканирования. Таким образом, на территории компьютера после запуска опасных оставшихся объектов в песочнице каких-либо зловредностей обнаружено не было. Все они запускались в виртуальной среде и все их действия находились внутри этой виртуальной среды и за территорию виртуализации своего действия не проявили. Смотрим объекты для шифрования. Архивы не зашифрованы. Видеофайлы доступны. Документы не зашифрованы. Музыкальные объекты не зашифрованы. И фотографии основных форматов. Ко всем объектам имеется доступ, файлы не шифровались. Таким образом, запускаемый нами оставшийся шифратор проявить себя на территории компьютера не смог. Приступаем к следующей фазе тестирования. Это запуск оставшихся зловредных объектов на территории компьютера без использования принудительной виртуализации. То есть объекты будут запускаться как есть, а программа самостоятельно будет принимать решение, какие файлы виртуализировать, запускать в песочнице, какие объекты запускать в открытом виде. С теми настройками по умолчанию модификации интернет security, которая установлена производителем после инсталляции продукта. Приступаем к запуску объектов от имени администратора. Файл номер 1. Приложение не может быть распознано и требует неограниченный доступ к компьютеру. По умолчанию требуется изолированный запуск. Я выполняю требования программы по умолчанию. Приложение запускается в песочнице. 182 объект. Ошибка. QQ Player выгружен. 182 объект. Аналогичное предупреждение. Не может быть опознано и требует неограниченный доступ к компьютеру. По умолчанию рекомендуется изолированный запуск. 374 объект. Аналогичная ситуация. Изоляция дополнительного компонента. 494 объект. Аналогичная ситуация. Темп БАТ запускается дополнительно. Виртуально обнаружен. Троянваре. Спайбанка. 498 компонент. Аналогично. 509. Прекращена работа программы. Запроса никакого не поступило. Зайлом Геймс. Программа не смогла запуститься. 511 приложение. Запрос. Приложение не опознано и просит изолированного запуска. Запускается. Обновление программы. И обнаружено вредоносное программное обеспечение. Облачное определение. 543 объект. Не удается найти компонент. Запуск осуществлялся вне песочницы. 550 объект я пропускаю, так как это Firewall Rising. 618 объект. Предлагается изолированный запуск. Компонент поступает в память. 623 объект. Запускается. Выполняется множение файлов в геометрической прогрессии. Файлы с расширением EXO и с числовым именем начинают заполнять дисковое пространство. В настоящий момент этих объектов 4800. И количество растет. Каждый 841 килобайт. Нагрузка на процессор соответственно поднимается. Проверяем, что это за процесс. Файлы архивов, видео объекты не тронут. Это не шифратор. И в других папках по всей видимости никакой работы не выполняется. Множение объекта принадлежит только данной папке. И в других местах диска C новых файлов не появляется. Я выгружаю находящийся в трее компонент. Останавливаю его работу. И множение файлов прекращается. Проверяем наши объекты. Антивирус начинает обнаружение вредоносных программных объектов. Видимо базы обновились и какие-то файлы теперь определяются как зловредные. Удаляю размноженные файлы. Следующий объект 634. Запускается без предложения изолированной среды. Работа прекращается. Это аналогично с Xylem Games. Приложение не может работать самостоятельно. Запуск от имени администратора 643. Приложение. Предлагается изолированный запуск. Что я и делаю. Следующий объект 656. Изолированный запуск. 660. Изолированный запуск. Выполняется сохранение торрент файла. И запускается торрент приложения для загрузки определенного программного обеспечения. Однако в процессе работы компонент сворачивается и не запускает соответствующий элемент. Выгружается из памяти. 661 объект. Запускаем от имени администратора. Недостаточно памяти для обработки команды поступает. Сообщение. И изолированный запуск требует данное приложение. Ошибка запуска. 664 объект. Изолированный запуск. Пробуем установить компонент. И он выгружается из памяти. Еще одна попытка. Действия не наблюдается. 665 объект. Изолированный запуск. Ошибка. 667. Изолированный запуск. Приложение не может запуститься в данной операционной системе. 672 объект. Ошибка. Не удалось получить доступ к указанному устройству, пути или файлу. 675 объект. Изолируем. Выполняется распаковка. 678 объект. Изолируем. Объект остается в памяти. 688. Изолированный запуск. Стартует в песочнице, но работа программы прекращается. 693 объект. Изолированный запуск. Ошибка. Отсутствует библиотека. 694 объект. Изолированный запуск. Ошибка. 695. Изолируем. Появляется в памяти. 696. Изолируем. Изолируем. 707. Изолируем. Ошибка. 721 объект. Изолируем. Ошибка. Отсутствует библиотека. Программа закрывается. 723 объект. Изолируем. Ошибка исполнения компонента. 727. Ошибка. 728. Ошибка. 752 объект. Изолированный запуск. Инсталлятор запускается в песочнице. Пробуем продолжить процедуру. Выполняем полную установку. Соглашаемся с лицензионными соглашениями. Выполняется загрузка. Обнаружена молва. Потенциально нежелательное приложение. И закрывается компонент. Нет доступа к пути или файлу. Обнаружена проблема. И просят выполнить инсталляцию в другой момент. Само приложение закрывается. 766 объект. Изолированный запуск не может стартовать в данной операционной системе приложения. 773 объект. Изолируем. Не может запускаться. 777 объект. Изолируем. Предупреждение. Ошибка. 788 объект. Обнаружено вредоносное программное обеспечение. Изолируем запуск. Приложение запускается. И это утилита для клавиатуры горячих клавиш. Выхожу. 805 объект. Выполняется запуск дополнительных элементов. Появляется в памяти опасный объект. Но никаких предупреждений не следует. И запуска ограниченного мы не видим. Чтобы он предлагался нам. 808 объект. Изолированный запуск. Предупреждение. Отсутствует библиотека. Закрывается компонент. 811 объект. Изолированный запуск. Предупреждение. Изолирован BAT объект. Еще один объект изолирован. Новый сервис создается. 814 объект. Изолируем. Запустить невозможно в данной операционной системе. 818. Изолируем. Невозможно запустить. 820. Изолируем. Невозможно запустить. 821 объект. Изолируем. Служба не установлена. Уполняется попытка обновить браузер. Данный компонент зависает. Ничего не происходит. И мне приходится завершать процесс. 822 объект. Изолируем. Песочница стартует форма, которая не догружается и сделать с ней ничего невозможно. Приходится закрывать приложение. 829 объект. Изолируем. Предупреждение. Указанная служба не установлена. 838 объект. Изолируем. Изолируем. Приложение стартует в изолированной среде. Инсталлятор. Запускаемое приложение. Запускаемое приложение изолируется. Компонент выполняет работу в трее. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. Потенциально нежелательное. Нежелательное. Изоляция запуска. Изоляция. Загрузка выполнена, однако никаких дополнительных сообщений не поступает. Приложение изолировано. Стартует еще один элемент. Обнаружена молва. Троян. Ген. Изоляция процесса. Изоляция. 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 Обнаружено вредоносное программное обеспечение. Облачный сканер. Изоляция. 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 Библиотека изолирована. 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 Вредоносное программное обеспечение. Облачный сканер. Изоляция. 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 Облачный сканер. Троян ген. Нежелательное приложение. Потенциально нежелательное. Изоляция. Изоляция. Потенциально нежелательное. Нежелательное. Изоляция. Изоляция. Стартует объект PC SpeedUp. Обнаружен подозрительный файл. Рекомендуется обезвредить, что мы и делаем. Изоляция. Бат. Объект стартует. Экзе. Объект. Изоляция. Экзе. SpeedUp. Выполняет проверку. Поиск проблем. Отменяем данную операцию. Потенциально нежелательное обнаружено. Закрываю приложение. Выход. Изоляция. SpeedUp. Сообщает о том, что благодарит нас за установку этого компонента. Виртуализация процессов продолжается запускаемых. Троян ген обнаружен. Еще один объект. Еще один объект. Потенциально нежелательное приложение. Изоляция. Вредоносное ПО. Троян ген. Троян ген. Троян ген. Выполняется инсталляция. Изоляция. Стартует много различных дополнительных приложений. Google Chrome. Изоляция. Нас благодарят за загрузку и установку компонентов. FLV Player. Инсталляция выполнена. В изолированной среде. Закрывается соответствующий инсталлятор. Присутствуют процессы, которые в настоящее время уже отсутствуют. Завершаем отсутствующие компоненты. Следующий объект для запуска. 840. Ошибка. 847. Предлагается изолировать. Запускается в изолированной среде ультра меню 2.0. Реакция. Я не наблюдаю какой-либо у этого приложения. Закрываю. 848. Объект. Изоляция. Появляется в памяти, как неопознанный. 850. Объект. Изоляция. Самораспаковывающийся архив извлечь. Самого архива я не наблюдаю. 864. Объект. Изоляция. Загружается в память и выгружается. Предупреждение. Обнаружено вредоносное программное обеспечение в 864. Объекте. 865. Изоляция. Деинсталлятор. Потенциально нежелательное приложение. Закрываем завершенную работу. 873. Объект. Изоляция. Предупреждение. Ошибка. 877. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 885. Объект. Изоляция. Невозможно запустить. 889. Объект. Ошибка. 892. Изоляция. Вредоносное ПО. GoldenE. Закрываем. 897. Объект. Изоляция. 900. Объект. Изоляция. Закрывается. 905. Изоляция. Инсталлятор. Но, к сожалению, что-либо сделать невозможно. Компонент не отвечает. И я вынужден выгрузить его из памяти. Ошибка. Данного компонента, скорее всего, в изолированной среде он работать не может. 909. Объект. Изоляция. Закрывается компонент. 973. Изоляция. Облачное определение. Вредоносное программное обеспечение. 985. Объект. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 990. Изоляция. Запускается в виртуальной среде. Инсталлятор. Виртуализация. Троянген обнаружен. Виртуализация. Виртуализация. Облачный сканер. Троянген. Троянген. Предупреждение. Ошибка при попытке чтения с исходного файла отказана в доступе. Пропускаем. Виртуализация. Потенциально нежелательное обнаружено. Невозможно выполнить объект. Закрываются компоненты. Виртуализация. Потенциально нежелательное обнаружено. Виртуализация. Троянген. Виртуализация. 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 Троянген. Виртуализация. Нежелательное. Троянген. Удаляю неработающие процессы и продолжаем запуск. 10.11. Изоляция. Действия не наблюдается. 10.13. Изоляция. Ошибка. 10.50. Изоляция. Инсталляция. Battleship. Дополнительный компонент в браузер. Предупреждение о ошибке. И можно закрывать инсталлятор, потому что он далее работать не будет. 10.58. Изоляция. Запускается приложение, которое служит для каких-то видоизменений, но к сожалению непонятных. 10.59. Изоляция. Старт в изолированной среде. Запускается инсталлятор. Download. Соглашаемся и пытаемся обновить Google Chrome. Загрузка. Приложение виртуализируется. Предлагается по умолчанию запустить в Sandbox, что мы и делаем. Виртуализация. Прекращена работа компонента. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. Нежелательное. Нежелательное. Загрузка завершена. Инсталлятор прекращает работать. Закрывается компонент. Включаем расширение, которое рекомендуется. И закрываем браузер. 10.70. Изоляция. Закрываем работу программы, потому что она не может работать в данной среде. 10.76. Изоляция. Инсталлятор. Пытается работать в изолированной среде. Не удается открыть соответствующую страницу. Пытается изменить службу поиска по умолчанию. Отказываемся. Несколько надстроек готовы к работе. Shopper Pro, Visual Bookmarks, элементы Яндекса. 10.78. Требуется изоляция. Стартует элемент, но непонятно, что здесь необходимо сделать. QQ-коммуникатор. 10.79. Изоляция. Выгружается компонент. 10.80. Изоляция. Ошибка. 10.82. Изоляция. Загрузка компонента. Ошибка. Пробуем продолжить инсталляцию элементов, которые инсталлятор предлагает к работе. Загрузка. Проходит время, однако фактически ничего не подгружается. О чем свидетельствуют и нагрузки. Их практически нет никаких. Я закрываю данное приложение, потому что оно фактически не работает. 10.84. Изоляция. Предупреждение о ошибке. 10.90. Изоляция. Вновь попытка установить компоненты BitComet. Загрузка. В данном случае компонент действительно загружается для инсталляции. Утилита акселерации. Продолжаем инсталляцию. Устанавливается компонент C++. Подготовка к установке элемента. Изоляция. 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 Обнаружен троянген. Приложение изолировано. Аналогично. Изоляция. Троянген. Троянген. Завершается процесс инсталляции. П2П акселератор. U-Torrent. Предлагается запустить данную утилиту акселерации. Что мы и делаем. Здесь необходимо ввести регистрационный код. Либо перейти к процедуре покупки данной утилиты. На соответствующем ресурсе. Моя коммерция. 554 рубля. BitComed Acceleration Tool. Выхожу. Инсталлятор завершил свою работу. Закрываю данные утилиты. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. А здесь выполняется загрузка. Еще один инсталлятор работает. Однако 72% и более. Никаких сдвигов здесь не видно. В трее компонент закрывается. Обнаружена потенциально нежелательная. Изоляция. Изоляция. Продолжают старт установочных элементов. Нежелательное. 10.96 в приложении. Изоляция. Закрывается компонент. Работать не может. Завершаю приостановленные процессы. И закрывается соответствующий объект. 10.99. Изоляция. Инсталлятор. Кодек Пак. Выполняем полную установку. Выполняется установка и загрузка объектов. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. Виртуализация. Нежелательная. Ошибка. Виртуализация. Виртуализация. Стартуют элементы. Виртуализация. Нас благодарят за инсталляцию ультиматы кодекс. Виртуализация. Заканчивается процесс инсталляции. Изоляция. Ошибка. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. И завершаем процесс инсталляции элемента. Открывается браузер. Необходимо исправить ошибки Windows. Изоляция. 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 Скрипт запущен виртуально. Бат. Появляется значок в трее. 11.43. Изоляция. Запускается установка S-Tools. Виртуализация. В трее появляется значок элемента. 11.65. Изоляция. Удаленное управление. Закрываю данный компонент. 11.68. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 11.74. Изоляция. Обнаружено вредоносное программное обеспечение. 11.84. Изоляция. Ошибка. Закрываются все приложения. 11.85. Изоляция. Компонент в памяти как неизвестный. Закрываю процессы, которые фактически отсутствуют. И использовались для попытки установки. 11.86. Изоляция. Закрывается компонент. 12.00. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 12.02. Изоляция. Появляется в памяти как неизвестный компонент. 12.25. Изоляция. Изоляция. Обнаружен молва. 12.46. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 12.62. Изоляция. Ошибка. 12.76. Изоляция. Ошибка. 12.79. Изоляция. Изоляция. 12.81. Изоляция. Установщик флешплея. Загружается инсталлятор. Соглашаемся. С лицензионным соглашением, но у нас ошибка. Предлагается запустить инсталляцию позднее. Не может она работать. В изолированной среде я закрываю сам инсталлятор. 12.82. Изоляция. 12.95. Изоляция. Ошибка. 13.18. Изоляция. Ошибка. 13.30. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 13.36. Изоляция. Невозможно запустить. 13.51. Обнаружено опасное программное обеспечение. Изоляция. Изоляция скрипта. 13.62. Изоляция. Опасный компонент загружается 3 января. 13.65. Изоляция. Остается в памяти как неизвестный компонент. 13.71. Изоляция. Ошибка запуска. Программа закрывается. Обнаружен троянген. 13.78. Изоляция. Элемент появляется в памяти и закрывается. 13.95. Изоляция. Повреждение инсталлятора. Закрывается компонент. 13.96. Изоляция. Закрывается работа приложения. 14.12. Изоляция. Открывается веб-страница на китайском. Прекращена работа программы. 14.19. Изоляция. Ошибка. 14.24. Изоляция. Молва обнаружен. 14.30. Изоляция. Ошибка. 14.32. Ошибка. 14.41. Изоляция. Ошибка. 15.89. Изоляция. Остается в памяти как опасный элемент. 16.09. Изоляция. Закрывается компонент. 16.23. Изоляция. Приложение изолировано. Запускается установщик. Выполняется загрузка предупреждения. Виртуализация элемента. Инсталляция выполнена. Нас благодарят за загрузку и установку соответствующего приложения. 16.71. Изоляция. Приложение поступает в память, где и находится как опасный объект. 16.64. 17.64. Изоляция. Ошибка работы программы. Закрывается приложение. 20.17. Изоляция. Стартует элемент. Необходимо указать оператора и определенные коды. Закрываю компонент. 22.98. Изоляция. Изолированный запуск. Еще компоненты виртуализируются. Изолируются. И предлагается запустить компоненты. Продолжаем установку элементов. Загрузка. Потенциально нежелательная обнаружена. Еще одно. Компонент инсталляции зависает на 99%. Я вынужден его закрыть. А причина в том, что здесь идут ошибки. Отсутствует доступ к пути или файлу. Предлагается выполнить операцию. Ошибка. Закрывается приложение. А здесь стартовало еще раз приложение для выбора оператора. Закрываю. Открывается интернет браузер. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. Сама страница не открывается. 23.14. Изоляция. Закрывается объект. 24.18. Изоляция. Закрывается компонент. 25.23. Изоляция. Изоляция. Элемент загружается в память и начинается проброс процессов. Процессы увеличиваются, дублируются, появляются и закрываются. Обнаружен подозрительный файл и предлагается его обезвредить. 24.18. Компонент удален. Следующий элемент 25.27. Изоляция. Ошибка и приложение закрывается. 25.44. Изоляция. Закрывается элемент. 26.46. Изоляция. Компонент в памяти. Как опасный помечен. 27.22. Изоляция. Помечается как опасный и остается в памяти. 28.34. Изоляция. Предупреждение о ошибке. 29.66. Изоляция. Появляется в памяти и закрывается. 30.64. Изоляция. Присутствует в памяти, как неопознанный компонент. 31.35. Изоляция. Обнаружено вредоносное программное обеспечение Backdoor. 31.63. Изоляция. Изоляция. Обнаружена МАЛВА. Облачный сканер вредоносное ПО обнаружил. Вредоносное ПО. 32.56. Изоляция. 34.33. Изоляция. Обнаружен подозрительный файл и рекомендуется его обезвредить. Что мы и делаем. Обнаружение опасного объекта. Пытаясь запустить 34.35. Изоляция. Скрипт стартует. Следующий объект. 34.42. Изоляция. Предупреждение о ошибке. Элемент закрывается в памяти. 34.45. Изоляция. Платформа Net Framework. Ошибка. Продолжаем работу. 34.54. Изоляция. 34.55. Изоляция. Появляется в памяти как неизвестный элемент. 34.58. Изоляция. Появляется в памяти и закрывается. 34.60. Изоляция. Прекращена работа программы. Закрываю. 34.65. Изоляция. Предупреждение о ошибке. 34.70. Изоляция. Присутствует в памяти, анализируется. И последний объект. 34.76. Ошибка. Я запустил все объекты, которые присутствовали в папке. Пробуем выделить их и ликвидировать. Пропускаем. Для всех объектов, которые удалить нельзя, таковых здесь 16. Они в настоящее время работают в памяти. Следующий объект. Пытаемся запустить. Шифратор. 126. Элемент. От имени администратора. Изоляция. Облако. Обнаружение вредоносного программного обеспечения. Сам файл после запуска легко удаляется и в памяти не работает. Переходим в категорию BAT вирусов. BAT скриптов. Пробуем открыть какой-либо элемент. Убивает процесс Explorer. Запускаем. Изоляция предлагается. В итоге никаких действий мы не наблюдаем. Бесконечное открытие Paint. Запускаем данный скрипт. Изоляция. Но ничего не происходит. Все работает по-прежнему. Таким образом большинство скриптов при запуске в изолированной среде фактически не разворачиваются в системе и никаких действий не выполняют. В итоге по данным Kill Switch у нас в системе в памяти находятся 5 красных процессов и 12 неизвестных серых. Один анализируется. Перед тем как выполнять проверку мы открываем наш защитный компонент для того чтобы очистить какие-либо виртуальные папки. Очистка Sandbox. Выполняем. И мы видим что большинство работающих элементов в памяти после очистки закрываются и уже не работают. Область общего доступа пуста. Теперь давайте попробуем удалить объекты которые мы запускали но которые работали в изолированной среде. Не все можно удалить. Пропускаем те объекты которые удалить невозможно. И таких элементов здесь два. 543 файл и 2523 которые в настоящее время продолжают работать. Хотя в трее сами компоненты выгружаются. Для анализа системы запускаем Hitman Pro. Hitman Pro находит два опасных объекта в системе. Это объект запускаемый который мы не смогли удалить так как он работает на горячую. 2523 TrionDropper Win32 Susan. Либо вариант Delph. Малва который поступает на запуск из папки Windows. UberExe. Вариант Casey. Существует еще один объект который поступает на запуск. Shell32DLL System32. Проверка этого объекта была прервана по неизвестным причинам. Однако дополнительная перепроверка показала на VirusTotal что этот файл абсолютно чистый. 56 двигателей в нем ничего не обнаружили. Будем считать данный объект не опасным. Запускаем сканер Zimano. Выполняем полную проверку машины. Проверка сканером Malwa и Bytes выявляет 11 объектов. Это потенциально нежелательные приложения. Разбивка идет на файлы расположенные в определенной директории. Процесс в памяти который в настоящее время работает. И регистрационные ключи. Но все это принадлежит одному и тому же компоненту. Проверка Heart Protect выявляет три опасных объекта. Первый объект аналогичен Mbam. Реагируют два двигателя на этот файл. Второй объект также принадлежит вышеуказанной программе и тоже определяется двумя двигателями. Третий объект реагирует на него 29 двигателей, которые здесь перечисляются. Считая его Trojan Dropper, Trojan Win32, Delph. И результат сканирования Zimano определяет четыре опасных объекта. Первый объект в каталоге Windows, Uber Exo. Два двигателя определяют зловредность. Второй объект находится в папке запуска. Четыре двигателя реагируют. И объекты из одной директории. Реагирует двигатель ESET. Теперь выполняем полную проверку всего компьютера нашим защитным комплексом. Перед этим проверяем наличие обновления. Устанавливается обновленная антивирусная база. Все обновления применены, новых обновлений нет. Выполняем сканирование. Полное сканирование системы. Данная процедура займет некоторое время, ожидаем окончания процесса. Заканчивается сканирование. Опасных объектов на территории компьютера обнаружено не было. У нас есть еще репутационный вариант сканирования. Выполняем. Сканирование завершается. Вредоносных объектов обнаружено не было, но есть неопознанные файлы. Сейчас мы их и посмотрим. Здесь объекты кодеки, которые не являются какими-либо опасными. И объект update4trsr, который определяется как зловредный некоторыми сканерами. Никаких действий применять к этим объектам не предлагается. И выбор здесь достаточно ограничен. Либо никаких действий, либо доверять. Поэтому ничего мы здесь делать и не будем соответственно. И последний вариант сканирования. Запускаем специальный модуль для очистки. Коммоду cleaning essentials. Данный модуль встроен в программу, поэтому я имею право выполнить полное сканирование при помощи данного элемента. Перед началом сканирования рекомендуется выполнить перезагрузку, что мы и делаем. После чего выполним проверку компьютера. После выполнения перезагрузки завершается сканирование clinic essentials. Проверялось 951009 файлов. Зловредных объектов обнаружено не было. Выполняем перезагрузку для обнаружения скрытых сервисов. Была выполнена дополнительная перезагрузка. После чего сообщает коммоду cleaning essentials о том, что опасных объектов обнаружено не было. При старте система не загружает каких-либо дополнительных элементов. Видимые отклонения от нормы работы операционной системы не проявили себя. После перезагрузки мы также наблюдаем присутствие компонента, который был установлен в процессе запуска зловредных объектов. Выполняем сканирование системы имеющимися сканерами. Hitman Pro. Объекты, которые оставались в папке запуска после того, как мы запускали зловредные объекты, после перезагрузки легко удаляются. Таким образом, на горячую эти файлы не работают. Что же касается проверки Hitman, то у нас обнаружен один зловредный объект, который поступает на запуск. Ген вариант Casey. Второй объект, который также поступает на запуск, зловредным не является. Но проверка его в облаке вызывает проблемы и зависает Hitman в ожидании. Выполняем проверку облачным сканером Zimano. Выбираем полное сканирование и ожидаем окончания процесса. Zimano считает зловредными четыре объекта. Также Eupro.exe, ген вариант. Дополнительно, вариант Win32 Italia. Uninstall.exe, объект в софторе Update. Присутствует, по мнению двигателя Zimano. И объект Win32 Italia в одном из компонентов в той же папке, что и объект, расположенный под номером 2. Объекты из одной категории. Следующий сканер Hard Protect. Результат сканирования обнаружено три опасных объекта. Один Eupro.exe подтверждается 8 двигателями. В основном это двигатели Bitdefender. И два компонента, которые расположены в софторе Update, подтверждаются эвристическим двигателем. Выполняем полную проверку сканером MCSoft Emergency Kit. Результат проверки MCSoft Emergency Kit. Найден один ключ реестра, который риска не представляет. По всей видимости, инсталляция рекламного модуля. И вариант CASE. UPR.exe объект. Результат сканирования Malva & Bytes. Антималва. Находят 12 потенциально нежелательных приложений. Часть из них файлы в прежней директории. Сама директория. И регистрационные ключи. Проверка основных опасных директорий утилитой Dr.Web обнаруживает только один объект, который принадлежит утилите iAbit Unlocker. В данном случае это не опасный объект, но Dr.Web считает данную утилиту подозрительной. Через некоторое время работающие на горячую компоненты зловредного приложения закрываются и отсутствуют в памяти машины. Была восстановлена операционная система в чистом виде до того, как продукт устанавливался в систему. Перед тем, как установить вновь комоду, на диске C я распаковал в папочку 147 объекты, которые зловредными программа не посчитала. Это сделано для того, чтобы впоследствии перевести работу продукта на проактивную защиту и в этом режиме попробовать запустить объекты, которые уже находились на территории компьютера. Это несколько усложняет задачу. Приступаем к установке комплекса. Язык русский. Защитные компоненты по умолчанию. Браузер по умолчанию. Что касается элементов Яндекса, я отключаю эти функции. После установки выполняется загрузка последней антивирусной базы и выполнение сканирования по умолчанию. Антивирусная база интегрирована. Начинаются процедуры быстрого сканирования. Сканирование завершается, угроз обнаружено не было. Продукт быстрым сканированием не обращает внимание на имеющиеся папки с распакованными зловредными объектами. На диске C у меня распакована папка с троян энкодерами и 147 объектов, которые у нас остаются неизвестными антивирусу. Необходимо выполнить перезагрузку компьютера, о чем программа сигнализирует для того, чтобы все компоненты работали корректно. Перед тем, как выполнить перезагрузку, которую я откладываю, необходимо внести некоторые видоизменения в работу компонентов. Переходим в расширенные настройки. Все элементы здесь работают в режиме по умолчанию и вносить каких-либо видоизменений я не собираюсь. Меня интересует конфигурация, которая сейчас установлена в статусе Internet Security. Я хотел бы подключить ProActive Security. Конфигурация ProActive Security также будет работать в режиме по умолчанию, так как она уже сама по себе является более продвинутой защитной конфигурацией от самого производителя. В данных тестовых мероприятиях я не буду применять каких-либо дополнительных видоизменений в систему работы программы, потому что основываюсь на двух моментах. Первый момент. Производитель имеет право предлагать те настройки, которые считает оптимально необходимыми. Сама ProActive Security конфигурация уже имеет повышенный уровень защиты и, соответственно, является более сильной по отношению к прочим конфигурациям. Второй момент, на котором я основываюсь, это некоторая осторожность с применением каких-либо самостоятельных видоизменений и настроек в программу. Данный продукт достаточно сложен по своему исполнению, имеет взаимоисключаемые возможности настроек и включения тех или иных компонентов, которые при неправильном использовании могут привести к тому, что часть защиты может не функционировать или работать неправильно. Это же касается и определенных видоизменений, которые пользователи охотно вносят и рекомендуют к использованию. Любые видоизменения, которые вы вносите, необходимо тщательно проверять. Выполняю перезагрузку компьютера, так как без перезагрузки данная конфигурация не вступит в силу. После рестарта машины открываем главное окно программы. У нас работает автоматическая песочница. Хипс в безопасном режиме. Вайроскоп включен. Что касается более детальных настроек. Переходим в задачи Firewall защиты. Скрыть порты. Выставляем блокировать входящие соединения. Это единственная дополнительная настройка, которая будет применяться. Переходим к расширенным настройкам. Интерфейс. Обновление. Введение журнала. Конфигурация. Проактив. Детальные настройки безопасности. Антивирус. Настройки по умолчанию. Виды сканирований. Исключения. Защита плюс. Хипс. Настройки. Безопасный режим. По умолчанию остальные компоненты. Правила Хипс. Наборы правил. Защищенные объекты. Группы. Сэндбокс. Настройки. Автоматический сэндбокс. Вайрускоп. Используется. Файрвол. Настройки файрвол защиты. Безопасный режим. Правила для приложений. Глобальные правила. Наборы правил. Сетевые зоны. Наборы портов. Контент фильтр. Репутация. Настройки файлов. Группы файлов. Список файлов. Отправленные файлы. Доверенные поставщики. Выполняем еще одну контрольную перезагрузку компьютера, так как я внес некоторые видоизменения в работу продукта. После внесения любых видоизменений, которые касаются настроек компонентов, я рекомендую выполнять перезагрузку, так как комода реагирует на применение изменения через перезагрузку машины, если это касается глобальных компонентов. Первое, что мы делаем, это открываем папку для выполнения тестирований. Здесь располагаются некоторые объекты и появляются рекомендации к тем файлам, которые комода считает опасными. Рекомендуется обезвредить, что я и делаю. В папке остается несколько объектов, мини-секьюрити-тест, кейлок-тест. Запускаем кейлок-тест. При попытке запустить данную программу в данной конфигурации возникает вопрос. Выполняется запуск приложения и пользователь должен решить, как запускать это приложение. Можно запоминать выбор. Разрешить выполнение, блокировать, либо обработать как. Данное действие говорит о том, что мы запускаем программу. Я не вижу здесь ничего предусудительного, если все действия подобного рода мы будем разрешать. Пользователь вправе принимать любое решение, но в данном случае мы усложним работу программы. Приложение запускается в изолированной среде. Таким образом, фактически, это приложение, несмотря на то, что направлено на снятие клавиатуры, работая в песочнице, действие зловредного выполнить не сможет. Давайте попробуем запустить любой текстовый документ. Мы вводим данные. Реакция кейлок соответственно имеется, но дальше, чем находиться на территории песочницы, информация не сможет. Таким образом, как бы не работал данный перехватчик, фактически нанести вред он не способен. Теперь давайте попробуем запустить прочие компоненты. Мини-секьюрити-тест. Запускаю от имени администратора. Появляется запрос. Не может быть опознана и требует ограниченного доступа по умолчанию изолированный запуск. Именно так я и поступаю. Запускаем тестирование, но программа уже работает в соответствующей среде, которая предполагает ограничение действия. Мы видим, что тест провален, но это лишь говорит о том, что программа выполняла свои функции. На самом деле, все, что она делает, в итоге, в реальности неосуществимо. Программа работала в песочнице. От ее действий мы защищены. И Komodo Leak Test. Запуск от имени администратора. Аналогично рекомендуется выполнить ограниченный запуск. Пытается выполнить файл. Разрешаем. Запускается приложение. Выполняем тестирование. Ограниченная среда. Аналогично результат здесь будет некорректен, потому что часть функций разрешены в ограниченной среде, но на самом деле для машины никакой опасности не представляют. Все действия я разрешаю. Мы видим, что программа не смогла выполнить в реальности отключение рабочего стола. В итоге мы зарабатываем 220 баллов из 340 возможных. Это то, что реально было заблокировано, но не отражают реальную картину работы. Теперь переходим к запуску оставшихся зловредных объектов, которые располагаются на диске C. Смотрим. Выполняется обнаружение некоторых файлов. Обезвреживаем. Дополнительно были обнаружены зловредные объекты. В настоящее время в папке остается 143 опасных объекта. Комода Kill Switch также открыт в режиме демонстрации неизвестных зловредных и проверяемых объектов. Приступаем к запуску. Первый объект. Предупреждение. Пытается выполниться приложение. Я буду отвечать на все компоненты. Разрешить. Приложение автоматически было изолировано. Работа приложения завершается. QQ Player. В памяти фактически отсутствует. Попытка QQ Player подключиться к сети интернет. Для усложнения задачи я буду разрешать данное действие. Хотя фактически каждый пользователь имеет право самостоятельно решать, что сделать с тем или иным приложением, к тому же если оно вам не известно. 182-й объект. Предлагается изолированный запуск. Что мы и делаем. Разрешаем. Компонент закрывается. 374-й объект. Изолированный запуск. Разрешаем. Приложение изолировано. 494-й объект. Изоляция. Разрешаем. Изоляция. Обнаружен зловредный объект спайбанка. Приложение изолировано. Темп БАТ. 498-й. Изолируем. Разрешаем. 507-й. Изоляция. Разрешаем. Пытается подключиться к сети интернет. Разрешаем. 509-й объект. Работа программы невозможна. Закрывается. 511-й. Изоляция. Разрешаю. Программа работать в данной среде не способна. Обнаружен зловредный файл. Обезвреживаем. 543-й объект. Изоляция. Не удается запустить файл. 550-й объект запускать я не буду, так как это стартует Arising Firewall. 618-й файл. Изоляция. Разрешаю. Подключение к сети. Разрешаю. В памяти присутствует как опасный. 683-й объект. Появляется в памяти. И начинается множение файлов. Запускаемые объекты начинают увеличиваться в папке по количеству. Этот процесс дает нагрузку на процессор. Для того, чтобы прекратить процедуру множения, необходимо отключить компонент, который находится в трее. Script Paused. Останавливается множение. Удаляю элементы, которые уже появились в данной папке. За считанные секунды количество объектов составляет более 2 ГБ. Продолжаем запуск. 634-й объект. Работа программы прекращена. 643-й. Изолированный запуск. Разрешаю. Пытается подключиться к сети. Разрешаю. 656-й объект. Изолированный запуск. Разрешаю. Подключиться к сети. Разрешаю. 660-й объект. Изолированный запуск. Разрешаю. Сохраняем. Сохраняем папку 147. Сохраняем папку 147. Пытается подключиться к сети. Разрешаю. Сохраняем. Выполняется загрузка торрент объекта и стартует соответствующий компонент для запуска. Пытается подключиться к сети. Разрешаем. Прекращена работа инсталлятора. Пытаемся выполнить загрузку того компонента, который был предложен для скачивания. Загрузка выполняется. Открываем папку, где располагаются объекты и пробуем запустить от имени администратора имеющийся там соответствующий файл. По умолчанию предлагается запуск в сэндбокс. Выполняется загрузка объекта. Однобот. И ошибка. Приложение пытается подключиться к сети. Разрешаем. Но сети как таковой нет и программа не может функционировать корректно. Закрываю соответствующие элементы. Продолжаем запуск. 661-й объект. Изолированный запуск. Разрешаем. Ошибка. Выполнение. Программа закрывается. 664-й. Изолированный запуск. Разрешаю. Пытаемся установить элементы. Программа закрывается. 665-й объект. Изоляция. Разрешаю. Ошибка выполнения. 667-й. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 672-й. Изоляция. Пытается выполнить приложение. Разрешаем. Пытается подключиться к сети. Разрешаем. 675-е. Изолировано. Изоляция. Разрешаю. Выполняется распаковка объектов. В памяти приложение присутствует, как неизвестное. Подключение к сети. Разрешаем. 678-й объект. Приложение изолировано. Предлагается обезвредить найденный малого. Обезвреживаем. Обезвреживаем. 688-й объект. Изоляция. Невозможно обработать. Разрешаем работу. Программа не может выполняться и закрывается. 693-й объект. Разрешаю. Отсутствует библиотека. Приложение закрывается. 694-й объект. Изоляция. Разрешаю. Ошибка. Программа закрывается. 695-й объект. Изоляция. Разрешаю. Приложение закрывается. 696-й объект. Изоляция. Разрешаю. Подключение к сети. Разрешаю. Разрешаю. 707 объект. Изоляция. Ошибка. 721. Изоляция. Разрешаю. Ошибка. Отсутствует библиотека. Программа закрывается. 723 объект. Изоляция. Разрешение. Ошибка. 727. Изоляция. Ошибка. 728. Изоляция. Ошибка. 752. Изоляция. Разрешаю. Разрешаю подключение. Начинается процесс установки компонентов. Разрешаю подключение и обезвреживаем найденный молва. Обезвреживаем. Работа установщика прекращается. Подключение разрешаю. Разрешаю. 766 объект. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 773 объект. Изоляция. Невозможно запустить. 777. Изоляция. Разрешение. Ошибка во время выполнения. 788. Изоляция. Разрешаю. Приложение стартует в изолированной среде. 805 объект. 808. Изоляция. Разрешаю. Ошибка. Отсутствует библиотека. Программа закрывается. 811 объект. Изоляция. Разрешение. Выполняются действия, которые изолированы. 814 объект. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 818 объект. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 820 объект. Изоляция. Невозможно запустить. 821. первый. Изоляция. Разрешаю. Служба не установлена. Начинается попытка обновления браузера, которая не закончится, так как процедура зациклена. Завершаю данный процесс и обновление прекращается. 822 объект. Изолированный запуск. Разрешаю. В ограниченной среде программа фактически не запускается. 829 объект. Изоляция. Разрешаю. Указанная служба не установлена. 838 объект. Изоляция. Разрешаю. Запускается виртуально компонент. Подключение к интернету разрешаю. Установщик. Выполняем действия. Виртуализация. Подключение. Разрешаю. 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 Обнаружена угроза. Обезвреживаю. Обезвреживаю. Разрешаю. Разрешаю. Запуск в виртуальной среде. Изоляция. Выполняется процесс инсталляции. Обезвреживание. Разрешение. Изоляция. Разрешаю. 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 Изоляция. Разрешаю. Изоляция. Закрываю компонент оптимизации. Обезвреживаю. Продолжается установка. Разрешаю. Разрешаю. Нас благодарят за установку. И завершается общий цикл установки приложений, на которые мы реагировали разрешениями для запуска и выхода в сеть. Следующий объект 840. Изоляция. Ошибка и невозможно запустить. 847. Изоляция. Разрешаю. Запускается приложение ультра меню, которое не реагирует на какие-либо принятия решений. Закрываем. 848. Обезвреживаем. Приложение изолировано. 850. Объект. Изоляция. Разрешаю. Распаковка. Извлекаем. 864. Объект. Изоляция. Разрешаю. 865. Объект. Изоляция. Разрешаю. Деинсталляция. Выполняем. Обезвреживаем. Обезвреживаем. Найденную угрозу. 873. Объект. Обезвреживаем. Изоляция. 877. Объект. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 885. Изоляция. Невозможно запустить. 889. Изоляция. Ошибка. 892. Изоляция. Разрешаю. GoldenEar. 897. Объект. Изоляция. Разрешаю. 900. Объект. Изоляция. Разрешаю. 905. Объект. Изоляция. Разрешаю. Ну и здесь инсталляция не получается. Закрываю объект. 909. Изоляция. Разрешаю. Приложение закрывается. 973. Изоляция. Разрешение. Обнаружена опасная активность. Обезвреживаю. 985. Объект. Невозможно запустить. 990. Объект. Изоляция. Разрешаю. 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 Виртуализация. Разрешение. 1011. Разрешаю. Изоляция. Разрешаю. Обезвреживаю. 1013. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Ошибка. Приложение закрывается. 1050. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Установка компонентов. Обзор папок. 1058. Изоляция. Разрешение. Разрешение. 1059. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Виртуализация. Разрешение. Загрузка. Download процесс. Выполняем. Изоляция. Запуск в сэндбокс. Разрешение. 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 Наличие зловредного объекта. Обезвреживание. Обезвреживание. Приложение изолировано. Разрешаю. 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 Закрываю. И финиширую инсталлятор. 1070. Изоляция. Разрешение. Приложение закрывается. 1076. Изоляция. Разрешение. 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 1078. Изоляция. Разрешение. Запускается приложение непонятного содержания. Закрываю. 1079. Изоляция. Разрешение. Приложение закрывается. 1080. Изоляция. Обнаружено зловредство. Ликвидация. Продолжаем инсталляцию. Возникает ошибка. Невозможно открыть соответствующий ресурс. Закрываем. 1082. Изоляция. Разрешение. Попытка установки подключения к сети. Разрешаем. Ошибка во время выполнения. Продолжаем процедуру инсталляции. Попытка загрузить компонент. Ожидаем. 1084. Изоляция. Разрешаем. Ошибка во время выполнения. 1090. Изоляция. Разрешаю. Загрузка. Подключение к сети. Разрешаю. Инсталлятор продолжает выполнять необходимые функции. Загружаются элементы. Ускорение. Разрешаю. Инсталляция. Ошибка. Исполнение элемента. Приходится выполнять отмену. Ошибка. И невозможно выполнить дальнейшую инсталляцию. Приходится закрывать соответствующие компоненты. А здесь так и зависает попытка установить связь. Невозможно загрузить соответствующий элемент. Я тоже закрываю данное приложение. 1096. Изоляция. Разрешаю. 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 Выполняем требования работы мастера по установке определенных компонентов. Обезвреживаем найденные угрозы. Разрешаем работу. Происходит ошибка и приложение закрывается. Процесс был завершен. Разрешаем. Разрешаем выполнять инсталляцию. Запускаются в виртуальной среде элементы. Разрешаем. Изоляция. Разрешаем. 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 Изоляция. 1143. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Выполняется в виртуальной среде установка. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Некоторые элементы в панели задач закрываются. Изоляция. 1165. Изоляция. Разрешение. Распаковка элементов. Старт. Запускается в изолированной среде удаленное управление. Закрываю данный элемент. 1168. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 1174. Изоляция. Обезвреживание. Изоляция. Разрешение. Обезвреживание. 1174 остается в памяти как неизвестный процесс. 1184. Изоляция. Разрешение. Разрешение. В памяти. 1185. Изоляция. Разрешение. 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 1186. Изоляция. Разрешение. И приложение закрывается. 1200. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 1202. Изоляция. Разрешение. 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 Приложение остается в памяти. 1225. Изоляция. Разрешение. Обезвреживание опасного объекта и приложение закрывается. 1246. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 1262. Изоляция. Разрешение. Ошибка во время выполнения и приложения закрывается. 1276. Изоляция. Разрешение. Ошибка. Приложение закрывается. 1279. Изоляция. Разрешение. Приложение закрывается. 1281. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Начинается процесс загрузки необходимых элементов установщика. Продолжается установка. Соглашаемся с лицензионным соглашением HD Flash Player. Ошибка. Дальнейшая инсталляция элемента невозможна. Оставляем его пока в работающем состоянии, возможно какие-то элементы будут загружены. А мы продолжаем запуск. 1282. Изоляция. Обнаружение зловредного объекта. Обезвреживание. 1295. Изоляция. Разрешение. Ошибка. Приложение закрывается. 1318. Изоляция. Разрешение. Закрывается приложение, так как обнаружена ошибка. И из памяти выгружается. 1330. Изоляция. Невозможно запустить в данной операционной системе. 1336. Изоляция. Обезвреживание. Невозможно запустить в данной операционной системе. 1351. Изоляция. Разрешение. Изоляция. Разрешение. Изоляция. Следующий объект 1362. Изоляция. Разрешение. Обезвреживание. 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 Еще одно обезвреживание. Еще одно обезвреживание. Еще один объект. Еще один объект. И элемент в памяти закрывается. 13.71. Изоляция. Разрешить. Ошибка во время выполнения программы закрывается. 13.78. Изоляция. Разрешение. Разрешение установить связь. И приложение закрывается. 13.95. Изоляция. Разрешение. Ошибка во время выполнения. 13.96. Изоляция. Разрешение. Ошибка во время выполнения программа закрывается. 14.12. Изоляция. Разрешение. Открывается веб-браузер. Страница на китайском, рекламного характера. Предлагается изменить службу поиска. Отказываемся. Надстройка готова. Включаем. 14.19. Изоляция. Ошибка. Приложение закрывается. 14.24. Изоляция. Разрешение. Компонент находится в памяти. Обнаружено зловредство, обезвреживание. И приложение закрывается. 14.30. Изоляция. Разрешение. Прекращение работы элемента. 14.32. Изоляция. Ошибка. 14.41. Изоляция. Ошибка. 15.89. Изоляция. Разрешение. Появляется в памяти как опасный объект. Разрешение. 16.09. Изоляция. Разрешение. 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 И приложение закрывается. 16.71. Изоляция. Разрешение. Появляется в памяти как опасный объект. 17.64. Изоляция. Разрешение. Программа закрывается. 20.17. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Присутствует в памяти как неизвестный элемент. 22.98. Изоляция. Разрешение. Появляется в памяти как опасный объект. Продолжаем установку возникновения ошибки. Пустая страница. Элемент я закрываю. 23.14. Приложение изолировано. Изоляция. Разрешаем. Обезвреживаем. Обезвреживаем. Разрешаем. Изоляция. Разрешение. Изоляция. Разрешение. Обезвреживание. Закрываю данное приложение. Открывается интернет страница. Обезвреживание. Служба поиска. Отказываюсь. Страница фактически не открывается и я вынужден свернуть данный браузер. Обезвреживаем зловредный объект. Обезвреживаем. HD Flash Player не устанавливается и оболочку я также закрываю. 24.18. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Приложение закрывается. 25.23. Разрешение. Разрешение. Компонент загружается в память. Выполнение обновления. Присутствует как опасный в памяти. 25.27. Изоляция. Разрешение. Прекращается работа компонента. В памяти элемент закрывается. 25.44. Изоляция. Разрешение. Обнаружение зловредного объекта. Обезвреживание. Объект удален. 26.46. Изоляция. Разрешение. Появляется в памяти. Разрешаем. Разрешаем. Опасный объект. Присутствует в трее. 27.22. Изоляция. Разрешение. Появляется в памяти как опасный объект. 28.34. Изоляция. Разрешение. Ошибка во время выполнения. Компонент закрывается. 29.66. Изоляция. Разрешение. Виртуализация элемента. 30.64. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Элемент как неизвестный остается в памяти. 31.35. Изоляция. Разрешение. Появляется как опасный в памяти. И закрывается. 31.63. Изоляция. Разрешение. Обезвреживание опасного объекта. Разрешение. Обезвреживание. И объект в памяти закрывается. 32.56. Изолирование. Разрешение. В памяти закрывается. 34.33. Изоляция. Разрешение. Появляется в трее и закрывается. 34.35. Разрешаем работу. Изоляция. Разрешаем. Разрешаем. Закрывается приложение. 34.42. Изоляция. Разрешение. Программа закрывается. И из памяти выгружается. 34.45. Изоляция. Разрешение. Появляется в памяти. Возникновение ошибки платформы NetFrameWalk. Компонент остается в памяти как неизвестный. 34.54. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Имеется нагрузка на процессор самого компонента. Памяти не наблюдается. 34.55. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Присутствует в памяти как неизвестный элемент. 34.58. Изоляция. Разрешение. 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 И приложение. Закрывается. Действие инсталлятора прекращается. 34.60. Разрешение. Изоляция. Разрешение. Программа закрывается. 34.65. Изоляция. Разрешение. Ошибка выполнения приложения закрывается. 34.70. Изоляция. Разрешение. Разрешение. Компонент присутствует в памяти как опасный. 34.76. Изоляция. Ошибка во время выполнения. Это был последний элемент из тех, которые мы должны запускать. Переходим в следующую папку. Эта папка содержит различные варианты шифраторов. Начинается обезвреживание обнаруженных объектов. Согласно настройке по умолчанию я вынужден отвечать на каждое действие, потому что программа задает соответствующий запрос. После выполнения ответов на поставленные задачи, ликвидации угроз в папке никаких файлов не остается. То есть даже тот один объект, который ранее не определялся как зловредный, после работы программы с данным файлом был распознан как таковой и удален. И что касается BAT объектов, BAT скриптов, давайте попробуем запустить какой-либо из них. Закрытие Explorer.exe. Запуск от имени администратора. Изоляция. И далее более никаких действий не выполняется. Пробуем запустить более жесткие элементы. Бесконечно открывать Pint. Запускаем. Изоляция. И на этом работа элемента прекращается. Заражает файл автозагрузки. Изоляция. Действие данного элемента не выполняется. Удаляет все с диска. Изоляция. И элемент закрывается. Таким образом все файлы, которые будут запускаться из данной категории, в итоге будут заблокированы, если мы будем принимать решение, которое рекомендует производитель. А именно изоляция. Если же мы разрешим работу приложения, то оно будет выполняться, что можно легко проверить. Запускаем без ограничений. И соответственно мы видим результат. Запускаем рабочий стол. Прежде чем выполнить проверку, на наличие каких-либо угроз в системе, необходимо очистить карантин от тех объектов, которые были изолированы. Удаляем. Элементов в карантине больше нет. И переходим к сэндбокс, где выполняем очистку данного элемента от тех объектов, которые там запускались. Ошибка в процессе очистки возникает. Пробуем выполнить повторную процедуру очистки. После повторной процедуры некоторые элементы еще были сокращены. В памяти у нас присутствует только один элемент. Update.4.trsrv.exe. Процесс 38.12. Элементы, которые находились в памяти, после данной процедуры были ликвидированы. Давайте попробуем открыть папку и попытаться удалить данные файлы. Выделяю объекты. И не все файлы возможно удалить. В папке остается 4 элемента, которые не удаляются. Но программа сигнализирует о том, что здесь их 21 элемент. Видимо, после процедуры выгрузки у нас возникают какие-то технические проблемы. Некорректно работает программа. Значка в трее у нас нет. Хотя программа фактически работает и присутствует. Выполняем сканирование системы, после чего будет выполняться перезагрузка и окончательная оценка работы по умолчанию настройки проактив. С учетом того, что мы разрешали все действия, которые программы требовали после выполнения своей изоляции. Полное сканирование. Ожидаем окончания процесса. Завершается процедура. Было обнаружено 5 объектов, которые являются тестовыми утилитами и расположены в папке администратора. Их можно обезвредить, однако никакой угрозы они не представляют и фактически не запускались нами в процессе работы. Выполняю репутационное сканирование. Было обнаружено 4 объекта как неопознанных. Опасных не обнаружено. Среди неопознанных файлов присутствуют объекты кодеки. Выполняем перезагрузку компьютера, после чего выполним проверку машины сторонними сканерами. После выполнения перезагрузки система стартует без каких-либо предупреждений и запуска каких-либо дополнительных объектов. Пробуем удалить файлы, которые расположены в папке запуска и не удалялись до перезагрузки машины, так как работали в режиме реального времени. В настоящий момент объекты удаляются без каких-либо проблем. Таким образом на горячую данные файлы не работают. Смотрим информацию комоду Kill Switch. Каких-либо объектов неизвестных, опасных, проверяемых в настоящее время в памяти нет. Смотрим папку для шифратора. Архивы доступны и не зашифрованы. Видеообъекты доступны. Документы доступны. Музыкальные файлы доступны. Фотографии. Все объекты доступны, шифрованию не подвергались. Выполняем проверку при помощи Hitman Pro. Предлагается выполнить изолированный запуск программы. Я запускаю без ограничений, так как данное приложение мне известно. Разрешаем подключение программы. Начинается процедура сканирования. Подходит к концу процедура сканирования, пока Hitman никаких зловредных объектов на территории машины не обнаруживает. Опасных объектов на территории компьютера нет. По мнению Hitman. Следующий сканер. Облачный сканер Zimano. Выполняем полное сканирование. Заканчивается сканирование. Было обнаружено три объекта, которые принадлежат программам тестовым, расположенным на рабочем столе. К процессу запуска эти объекты никакого отношения не имеют. Сканер Hard Protect. Результат проверки. Один из файлов считается опасным в папке Commodo и принадлежит браузер. Двигатель Avira реагирует. Компоненты неизвестных зловредов представлены тестовой утилитой и двумя компонентами, которые расположены в карантине Commodo. И дополнительно подозрительные объекты принадлежат тестовым файлам и один из объектов драйвера музыкальной карты, который зловредным не является. Фактически никаких зловредных файлов на территории компьютера не обнаружено. Следующий сканер. MCSoft Emergency Kit. Выполняем полную проверку. Результат сканирования. Был обнаружен один ключ реестра, который не представляет какого-либо риска. Сканирование Malva и Bytes Antimalva находит три потенциально нежелательных ключа реестра. И сканирование DrWeb обнаруживает два объекта, которые принадлежат iWeb Unlocker. Данные компоненты не являются опасными, но DrWeb предупреждает о том, что они могут быть нежелательными. Таким образом, после проведения процедуры заражения, каких-либо значительных зловредных объектов на территории компьютера обнаружено не было, как действующих, так и присутствующих. Остается выполнить проверку загрузки зловредных объектов, которые находятся в открытом виде на сервере. Первый объект. Загружаем. Командный файл. В процессе загрузки появляется предупреждение о обнаружении зловредности. Обезвреживаем. Второй объект. Аналогично. Загружаем. Exe-файл. 128. После загрузки выполняется проверка «Обнаружена зловредность». Обезвреживаем. Еще один объект. 23. Загружаем. Обнаружена зловредность. Обезвреживаем. Четвертый файл. ScreenSaver. Загружаем. Обнаружена зловредность. Обезвреживаем. И последний объект. 34. Загружаем. После загрузки появляется предупреждение. Обнаружение опасного объекта. Обезвреживаем. Таким образом, все объекты, которые я пытался запустить, загрузив их со стороннего ресурса, были обезврежены после поступления на территорию компьютера. Что же касается общего вывода по проведенному тестированию. Здесь я буду ориентироваться на настройку по умолчанию Internet Security. Из представленных для теста 3549 объектов в итоге после открытия папки остается 205 и после сканирования 147. У вылеченных среди них объектов не обнаружено. Более чем 10 двигателями подтверждается зловредность в 133 объектах. Процент нераспознанных составил общее количество 4,14%. Если учитывать только те объекты, зловредность которых подтверждается более чем 10 двигателями, 3,75%. Нагрузка. Максимально виртуальная память была задействована на 4,3 ГБ. Физическая память на 3,8 ГБ. Реакция на ложноположительные объекты, которые не являются зловредными, но на которые реагируют антивирусы. Из 16 представленных объектов в итоге в папке остается 13. Три объекта ложная программа удаляет как опасные. Из 237 энкодеров, троянов-шифраторов, которые были представлены для тестирования, после сканирования остается один, который через некоторое время также распознается как зловредный и удаляется. В процессе запуска данная программа стартует в ограниченной среде, что не позволяет ей выполнить какие-либо действия. Распаковка 19 685 объектов в накопительном архиве в итоге остается 407. Сканер Zimano подтверждает зловредность с 309, что составляет 1,57%. Синтетические тесты. При попытке перехватить данные, которые мы вводим в поля Webform, программа ликвидировала все тесты, которые проверяют данное действие. В итоге проверка могла касаться только Keylog теста, который при определенных обстоятельствах запускается также в ограниченной среде и фактически не способен нанести какого-либо вреда пользователю. Мини-секьюрити тест. Настройка интернет-секьюрити. Ни одна из категорий теста не пройдена. Лик-тест. Комодо показал 200 баллов из 340. Фишинговые сайты. Из 10 открытых самых последних фишинговых ссылки все были открыты. Ни одна из них не была заблокирована. Если ориентироваться на защитные функции самой программы. Если же учитывать встроенные в браузер элементы защиты и определения фишинга, в этом случае выполняется блокировка. Самозащита программы. Все процессы, которые работают, в итоге при помощи процесса хакера из системы выгружаются. Остается и самовосстанавливается только процесс помощника по работе с программой и ликвидации зловредных объектов. Фактически зловредные объекты могут распаковываться, открываться, антивирус после выгрузки на них не реагирует. Однако, если вызвать процедуру сканирования, то работоспособность программы восстанавливается и компоненты подгружаются. В процессе запуска, если запускать все зловредные объекты в ограниченной среде, песочница встроена в проводник, то каких-либо зловредных проявлений на территории машины не наблюдается. Если же запускать объекты напрямую, без песочницы, следуя рекомендациям, которые дает программа, в этом случае некоторые компоненты фиксируются на территории компьютера. Это потенциально нежелательные объекты и объекты низкой степени зловредности. Проявил себя в работающем состоянии ген-вариант Кэйзи, по мнению двигателя Bitdefender. Присутствуют отдельные элементы удаленного управления, которые также подгружаются и присутствуют в компьютере определенное время, после чего выгружаются. Некоторые сканеры фиксировали присутствие остаточных следов в реестре. В случае запуска продукта в режиме проактивной защиты, с повышенными защитными функциями, в режиме работы по умолчанию, без каких-либо дополнительных видоизменений, запуск объектов, уже расположенных на территории компьютера, которые не определялись как зловредные, показал, что нанести какой-либо вред компьютеру они не способны. Несмотря на то, что я разрешал работать всем программам, а также позволял им выходить в сеть, что пользователь мог запретить делать. И в этом случае программы не могли бы развернуться в системе в принципе. Однако я выполнял рекомендуемое действие запуск компонента в ограниченной среде, после чего разрешал все прочие действия. Даже в этом случае каких-либо зловредных проявлений фактически на территории компьютера не обнаружено. В процессе тестирования обнаружить каких-либо отклонений в работе программы не представилось возможным. По крайней мере, для этого потребуется большее время. То, что касается имеющегося у меня времени по работе с данным приложением, каких-либо нареканий к самой программе нет. Хотелось бы отметить, что программа является комплексной средой, где можно пользователю настроить продукт таким образом, чтобы он работал, удовлетворяя требования каждого. Однако здесь стоит учитывать ряд особенностей. Некоторые элементы при определенных настройках взаимоисключают существование друг друга или сводят на нет действия друг друга. Неправильная настройка каких-либо элементов может привести к тому, что программа будет работать либо некорректно, либо часть защиты будет нефункциональна. В связи с этим, все видоизменения, которые пользователь вносит, программирует, необходимо тщательным образом проверять. В дальнейшем, при проведении тестирования на максимальных настройках, я буду использовать дополнительную подстройку продукта для того, чтобы усилить защиту в принципе. С вами был NoStrom871. Спасибо за внимание. До свидания.